Всем привет! Меня зовут Дмитрий Трунин, я работаю Android-разработчиком в Одноклассниках и сейчас мы начнем изучать разработку под Android. Как я понимаю все уже изучили java на предыдущих курсах Технополиса и вообще. Кто-то может быть уже изучил Android на каком базовом уровне. Есть пара человек больше. Человек пять наверное есть. Это видимо курс на политехе Android был. Ну тогда вот для вас многое наверное будет повторением, но вообще сегодняшнее занятие оно посвящено вот началу разработки под Android с нуля как бы самого самого начала и сегодня все будет довольно просто ну по крайней мере те приложения которые мы сегодня попробуем сделать будут очень простыми, но с другой стороны мы познакомимся с какими-то основными базовыми но важными концепциями Android. Так что надеюсь скучно не будет. Давайте так я буду рассказывать. Большая часть сегодняшнего занятия будет в стиле live coding. То есть я буду вот у себя на ноутбуке вот на этом большом экране показывать как все происходит и будем писать приложение. Ну там парочка простых и одно чуть посложнее. Увидим. Ну вы по ходу спрашивайте если что я буду отвечать. Все что я буду делать в процессе live coding. Оно описано в нескольких статьях которые есть в материалах курса. Поэтому но если хотите можете вот прямо в реальном времени повторять. Но это делать не обязательно. Можете потом спокойно разобраться. Вот все что я сегодня рассказываю буду рассказывать. Оно в письменном виде опубликовано в материалах курса. Я дам ссылочку. Немножко прежде чем начнем непосредственно заниматься Android. Немножко о курсе. Как Филипп уже сказал у нас будет с дюжину. Вернее 13 лекций пока запланировано. 10 преподавателей. Это все мои коллеги. Вот я один из них. Все мы разработчики в компании Одноклассники. Маленькое ДЗ будет почти каждой лекции. Они реально маленькие и выполнение ДЗ не должно в принципе занимать много времени. Поэтому не бойтесь. Сразу приступайте к ним и делайте. В курсе у нас три части приблизительно можно очертить. Первая часть это вообще самые самые основы с нуля. То что прям необходимо знать чтобы начать хоть что-то делать на Android. Вот сегодня первое занятие вводное. Но тут будет немножко обо всем. Дальше в этой вводной части через неделю будет занятие где все 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 про верстку. Про то как делать красивый UI. Ну и дальше про такие важные вещи как многопоточность и работа с хранением данных на андроиде. Ну и потом будут более продвинутые занятия где будут освещаться какие-то темы которые с одной стороны ну важны и нужны в разработке в андроид разработке. Но может быть понадобятся вот не прям сразу. Вообще мы будем все делать на джаве. Ну так как все знают джаву. Но на андроиде популярен и широко используется второй язык. Это котлин. На котлине у нас ну специально не будет ничего делаться. Но будет одна отдельная лекция. Ну ближе к концу курса. Где будут рассказываться какие-то нюансы и нюансы работы с котлином именно на андроиде. Ну так как котлин это язык который широко используется не только на андроиде. Но в андроиде есть какие-то свои фишки. Ну в общем немножко про то как я начал заниматься андроидом я расскажу. Так для исторической справки. Вообще андроиду уже 11 лет прошло с момента выпуска первого андроид устройства. Которое было доступно пользователям. Какие-то девелоперские версии андроид устройств были еще там в 2007 году. Ну вот лично я начал заниматься андроид разработкой в 2009. Ну тут вот есть фоточка устройства моего первого смартфона HTC Hero. Вот по современным меркам конечно это такой совершенно старый отсталый девайс. Но он до сих пор работает даже если нам батарейку поменять. Но на нем почти ничего уже не запускается из современных приложений. Потому что вот за эти 10 лет очень-очень мощно эволюционировали устройства под андроид. Процессоры стали быстрее, памяти стало там на порядок больше. Ну в общем рассказывать особенно не надо. Андроид уже проник во все же области нашей жизни. У всех андроид девайса есть или... Поднимите руки у кого есть андроид девайс. Ну это пригодится в разработке. Если у кого-то нет своего андроид девайса, который можно использовать для разработки. Это совершенно не проблема. Есть эмуляторы, можно работать на эмуляторе. Расскажу немножко о версиях андроида, которых было много за всю его историю. Все началось конечно с версии 1.0, но она практически не была доступна широкой аудитории пользователей. Только каким-то разработчикам, которые тестировали на первых парах. Поэтому первая версия, с которой андроид пошел в массы, это была версия 1.5. Сегодня, как мы видим, последняя свежая версия это 8.1. И готовится уже девятая версия андроида к скорому релизу. Смотрите, тут есть система в названии версии операционной системы андроид. Все они называются в честь каких-то печенюшек, десертов и других вкусняшек. Тут их название. Видите правило, по которому эти названия устроены? В алфавитном порядке. Да, совершенно верно. В алфавитном порядке. Ну, начинается не с буквы A, а только с буквы C. Потому что, ну, вот были ранее какие-то девелоперские версии, которые никак не назывались. Ну, тут, значит, текущая версия называется Oreo. Это такие печенюшки. Даже не знаю с чем. Есть предположение, как будут называться следующие версии андроида? Пай. Пай. Совершенно верно. А вот на Накью есть какие-нибудь десерты? Кто-нибудь знает? Крендель. Как? Крендель. Крендель? Надо написать в Google, чтобы они назвали кренделем. Я, честно говоря, не знаю, на Накью будет какое-то название или нет. Ну да, следующее будет Пай. Ну, это все, с одной стороны, забавно все эти названия, с другой стороны, полезно знать. Потому что, ну, в процессе андроид-разработки часто решаются вопросы совместимости с разными версиями. Их можно называть по номерам. Первая версия, пятая, восьмая. Можно называть вот этими названиями. И это, на самом деле, ну, разработчики говорят, там, а как у тебя там с поддержкой анимации до Лолипопа? Вот поэтому надо знать, что Лолипоп это пятая версия, в которой там были какие-то изменения. Вот, не все версии одинаково полезны. Вот, все, что до четвертой версии, практически можно забыть. То есть, ну, устройства где-то еще у кого-то завалялись, но они почти не поддерживаются. Магазин приложений Google Play не работает до четвертой версии андроида. И поэтому можно просто даже не держать в голове, что нужна какая-то совместимость с версиями до четвертой. Но даже четвертая версия, она уже уходит в прошлое понемногу. Ну, вот, например, наше приложение, которое мы делаем на работе, одноклассники, оно пока еще поддерживается для четвертой версии. Но, может быть, в каком-то будущем мы перейдем и на пятую, ну, и так далее. То есть, пока надо держать в голове, что, возможно, приложение будет работать на четвертом андроиде. Но, скорее всего, нацеливаться, как минимум, на пятой. Ну, а будущее покажет, как быстро они будут уходить в небытие эти версии. Ну, очень скоро мы начнем. Вот, прежде чем начнем разрабатывать и писать код, хотел бы сказать, что вот, главный наш ресурс, с которым вообще надо работать, это девелопер Android.com. То есть, там можно скачать, во-первых, Android Studio. Кто-нибудь уже скачивал, устанавливал. Ну, отлично. Ну, ладно, если большинство установили, то все. Кто еще нет, просто небольшое предупреждение. Вот здесь написано, что Android Studio весит 948 мегабайт. Не верьте. Вот, чтобы реально начать что-то писать, там надо выкачать гигабайтов 5, наверное. Поэтому... Да-да, будьте готовы. Вот, но девелопер Android.com – это не только место, где можно скачать Android Studio. Это, вообще, основной официальный портал, посвященный Android-разработке. Хорошо видно, да? В частности, там находится вся официальная документация по Android. Вот можно нажать на Docs. Ну, вообще, здесь можно полистать, посмотреть, где что написано. Но, для начала, очень хороший раздел Guides есть. То есть, руководство для разработчиков. Многие части этой официальной документации даже переведены на русский язык. Ну, там, с некоторыми огрехами. То есть, некоторые переводы очень забавные. Но читать можно, в принципе. И, крайне рекомендую по всем опросам, вот, пробовать смотреть в официальную документацию. То есть, если вы, там, пытаетесь узнать, как что-то сделать, там, и как работает какой-то компонент. Вот что-то. Прямо идите сюда. Вот здесь есть окно поиска. Вот, например, сегодня мы будем, ну, узнаем, что такое Activity. Это такая фундаментальная штука в Android. Можно просто ввести в поиске Activity. И сразу перейти в раздел документации, посвященной активности. Ну, это класс. И здесь вот много всего интересного написано. Вот. Есть другие релевантные тут результаты поиска. Введение в активности. Это вот практически содержание сегодняшнего занятия будет. Жизненный цикл активности. Ну, то есть, всегда можно найти что-то полезное в этой официальной документации. Второй раздел. Очень полезный reference. На самом деле, если вы через поиск зайдете, то вы найдете, как бы, всю документацию по классам и, ну, по API Android через поиск. Но, вообще, это все находится в разделе reference. Здесь можно открыть Android-платформу. И вот здесь список, например, всего-всего API, доступного Android-разработчикам на Android-платформе. Также про источники, которые можно использовать для того, чтобы изучать Android. Всегда проверяйте их актуальность. В Android вообще меняется все очень-очень быстро. И, если, скажем, вы возьмете книжку, которая там 3-4 года, то очень многие, очень многие вещи, которые пишут в книгах, за 3-4 года устарели. В частности, например, то, что касается работы с фоновыми сервисами. Этому будет посвящена отдельная лекция. Ну, и многие другие вещи. Всегда проверяйте, когда была написана статья, когда была издана книга, которую вы читаете. Там, если вы нашли ответ на Stack Overflow, смотрите, а когда написал автор этот ответ. Если это было там 5 лет назад, то очень-очень надо внимательно проверять правильность этого ответа на сегодня. И всегда сверяйтесь с официальной документацией вот на этом портале, developer.android.com Значит, немножко про план дальнейшего нашего сегодняшнего занятия. Вот эта ссылка, по которой находятся все материалы, которые можно прочитать спокойно дома. Вот здесь небольшой план. То есть мы начнем просто с Hello World, как это принято. Но на андроиде Hello World это чуть больше, чем одна строчка System.out.println. Там побольше будет. Там много всего интересного. Потом мы разберемся, как вообще устроены приложения, проекты на андроиде. Что там у этого Hello World внутри работает. Потом мы его немножко сделаем навороченным, продвинутым Hello World. И вот дальше будут такие слова, как жизненный цикл. Уже слышали про жизненный цикл? Да. Вот это практически самое страшное, что можно узнать про андроид. Это то, что там все подчинено некоторому жизненному циклу. Я вообще занимаюсь 10 лет уже андроид разработкой. И, конечно, вот эти два слова, жизненный цикл, они красной линией через весь опыт разработчика проходят. Потому что всегда найдутся в каких-нибудь прикладных задачах какие-то моменты, когда жизненный цикл очень мешает что-то сделать или наоборот помогает. Ну, в общем, мы узнаем, что это такое. Но готовьтесь, что на протяжении всего курса вам нужно будет думать про жизненный цикл андроид приложений. Ну и под конец мы сделаем просто огненное приложение. Очень классное, которое будет просто огонь. Я думаю, всем понравится. Будет немножко весело. Значит, сейчас я про домашнее задание скажу сразу. К этой лекции будет одно домашнее задание. Вам нужно будет сделать что-то подобное. То есть написать приложение, которое будет выглядеть как падающий снег на экране вашего смартфона. Мы сегодня разберемся, как вообще тогда такие штуки делаются. Ну, это не сложно, но довольно красиво и забавно. Кто-нибудь уже делал что-нибудь подобное? Может быть, на фронт-энде не было таких заданий? Будет весело сделать такой заодно и на андроиде. Ну, на этом, на самом деле, вводная часть заканчивается. Я просто перейду потом, сейчас перейду к лайфкодингу. Меня зовут Дмитрий Трунин. Вот это моя айдишка в социальных сетях. Можете меня там почти в любой социальной сети найти, если хотите связаться. Вообще, как принято у вас организационные вопросы, вообще вопросы обсуждать с преподавателями? Ну, вот, отлично. Значит, найдете в одноклассниках. Ну, я, наверное, добавлюсь в нужный чат. Отлично. Значит, сейчас все, что я буду рассказывать дальше, оно есть по этой ссылке. В принципе, можете потом дома прочитать, это будет ровно то же самое. Так, на всякий случай. Можете ничего не записывать, можете ничего не повторять. Там все есть. Ну, и я не буду рассказывать, как там скачивать и устанавливать Android Studio. Потому что, ну, я проверял перед этой лекцией. На чистой виртуалке она просто скачивается, устанавливается и все работает. То есть, если какие-то сложности в процессе Android Studio возникают, то, скорее всего, это связано с тем, что вы уже раньше много-много занимались конфигурированием системы, там разработкой. И тогда вы, наверное, знаете, как решать эти проблемы. Но если что, спрашивайте. Так, вот. Секундочку. Так, я закрою презентацию, чтобы она не выскать его. Как с размерами шрифтов на экране? Все читается с этого экрана, да? Ну, отлично. Значит, при запуске студия выглядит приблизительно так. Мы начинаем с создания нового проекта. Start new project. И студия нам сразу предлагает какие-то шаблоны. То есть, это шаблоны какого-то, ну, каких-то со стандартными элементами пользовательского интерфейса. Мы вообще без шаблонов начнем. То есть, выбираем пустое место, где написано add new activity. И дальше нам нужно заполнить какие-то самые базовые параметры нашего проекта. Ну, название. То, что является названием приложения, это вообще для пользователя. То есть, здесь можно с пробелами там на любом языке написать. Ну, напишем hello world. Или давайте hello technopolis. Следующее, package name. Package name это не совсем то, что в Java называется именем пакета. Хотя термин совпадает. Package name это скорее ID приложения. То есть, в андроиде у каждого приложения есть свой уникальный идентификатор. Эти идентификаторы используются на устройстве. То есть, в операционной системе андроид для того, чтобы отличать приложения друг от друга. Ну и, например, если два приложения имеют один и тот же ID, их нельзя установить на одно устройство. То есть, когда вы будете установить второе устройство с этим ID, он скажет, извини, надо удалить предыдущее. Или выполнить апгрейд. Также эти ID используются в магазинах приложений. Например, в Google Play. И точно так же в Google Play нельзя публиковать два приложения с одним ID. То есть, когда вы выбираете для своего приложения package name или package ID или application ID. Это все синонимы. Вы, в принципе, выбираете ID, который будет существовать с этим приложением очень долго. Он не предназначен для того, чтобы его видели пользователи. Но, так или иначе, он будет просачиваться в пользовательский интерфейс через ссылки, через другие приложения. И поэтому надо выбирать его так, чтобы название package ID было адекватным. Чтобы было понятно, что это ваше приложение, оно принадлежит вам. Ну, обычно там доменная система имен используется. Вот здесь, например, package name назван ru.org.technopolis. То есть, это как-то связано с одноклассниками. Потому что мы на базе одноклассников все это делаем. Technopolis, потому что мы в Technopolis. Ну и дальше какая-то ID приложения. Вот. То есть, внимательно относимся к выбору package ID. Потом его поменять нельзя будет после публикации приложения. Ну, просто место, где у нас будет этот проект, это просто язык. Ну, Java или Kotlin. В принципе, в одном приложении может быть исходный код и на Java, и на Kotlin. Либо только на Java, либо только на Kotlin. Но мы выберем Java. От этого выбора зависит просто, как будет сконфигурирован проект сначала. То есть, всегда можно будет потом добавить Kotlin. Либо, если вы выберете Kotlin, можно сразу писать на Java. И тут же нам нужно сконфигурировать то, что называется здесь minimum API level. Это версия андроида. Минимальная версия андроида, на которой ваше приложение будет работать. Вот по дефолту он предлагает KitKat. Это 4.4. Ну, довольно старая версия. Это значит, что на версии 4.1, например, приложение запускаться не будет. Его даже нельзя будет установить. Здесь есть ссылочка, она называется help me choose. То есть, помогите мне выбрать минимум API level. И вот тут такая интересная таблица. Здесь сверху вниз по возрастающей идут номера версии андроида. А вот в самой правой колонке мы видим долю пользователей, у которых версия устройства соответствует этой строчке в таблице или выше. То есть, вот самая верхняя строчка 4.1, 99,6%. То есть, если вы выберете в качестве минимального API level 4.1, то ваша аудитория будет 99,6% вообще от всех пользователей, у которых есть андроид. То есть, этот минимальный API level, он ограничивает аудиторию. То есть, вы хотите, чтобы вашим приложением пользовалось как можно больше людей. Поэтому, для этого нужно уменьшать API level. Но, с другой стороны, чем более старую версию операционной системы вам придется поддерживать для этого, тем больше сложности может возникнуть в процессе разработки. То есть, с точки зрения простоты разработки или для использования новых фич, иногда приходится увеличивать минимальную поддерживаемую версию. Скажем, выбрать какую-нибудь там шестую версию. Вот здесь, кстати, в правой части этого экрана, здесь перечислены какие-то основные фичи, которые появились в этой версии операционной системы. Ну, вот так, чисто вот на ОБУ можно посмотреть. Ну, вот какие-то улучшения были в работе с блютусом. Slow Energy блютус устройствами. Это значит, что если вдруг вы делаете приложение, которое использует именно эту функциональность операционной системы, и она вам нужна для вашего приложения, то вы вынуждены будете поставить минимальную версию 6.0. Таким образом, у вас будет 60% аудитории. То есть, 40% аудитории будет как бы мимо. Они не смогут пользоваться вашим приложением. Но, если у вас такое особенное приложение, то для вас это необходимо. То есть, это компромисс. То есть, когда вы выбираете минимум API level, это всегда компромисс между охватом размером аудитории и какими-то нюансами, техническими нюансами разработки и сложностью поддержки. Ну, для большинства приложений на сегодня, я думаю, надо выбирать или Lollipop 5.0 или KitKat. Ну, по дефолту KitKat был, давайте оставим. Почему не Jelly Bean? Почему не Jelly Bean? Ну, Jelly Bean это минимальная, да, 4.1. То есть, в принципе, мы могли бы получить еще 4% аудитории, если выбрали Jelly Bean. Ну, просто вот мой опыт разработчиков, он подсказывает, что вот там вот между 4.1 и 4.4 закроется там куча каких-то странных багов. Там какие-то нюансы с анимациями. Ну, в общем, вот то, чего хочется избегать в процессе разработки. То есть, вот я как разработчик, я хочу разрабатывать под более новую систему. И вот это разумный компромисс. То есть, я готов пожертвовать этими 4% ради того, чтобы не думать о том, что там за баги в этом Jelly Bean 4.1. Ну, потому что в Android есть баги. В любом софте есть баги. Вот этот девайс был выпущен несколько лет назад и баги в нем остались. А приложение вот разработано сегодня. То есть, оно запускается на устройстве, в котором баги там 5-летней давности. И с тех пор эта прошивка, может быть, не обновлялась. И вот это всегда надо иметь в виду. Ну, можно и Jelly Bean было бы для Hello World, конечно. Да, давайте Jelly Bean, я согласен. Окей, дальше можно... Так, этот диалог мне что-то говорит про мой диск C. Я думаю, это связано с тем, что на Windows только администраторы имеют право в корень писать. Так что это незначительная проблема. Дальше жмем Finish. И вот, практически, проект готов к тому, чтобы над ним работать. Значит, что у нас есть в этом окне? Ну, прежде всего, внизу есть такая панель, в которой... Ну, в данном случае здесь build выбран. И он пишет, что build успешно завершен. Вот первое, что вам нужно сделать, когда начнете первое приложение делать, просто убедиться, что здесь все зеленое. В редких случаях там могут быть какие-то ошибки. Если они будут, они, скорее всего, связаны с тем, что нет доступа к интернету. Он там не смог скачать какие-то зависимости, которые нужны для этого первого проекта. Если вдруг вот в этой области будут какие-то ошибки в build, где. И, ну, вы подозреваете, что это может быть связано с интернетом или чем-то, вы эту проблему исправляете и перезапускаете. вот здесь такой пунктик Refresh Gradle Project. И он еще разок все это переделает. Ну, вот он у меня даже начал что-то скачивать при этом. Хотя вроде все было готово. Окей. Значит, что у нас здесь есть. Вот это левая панель. Очень полезная разработка. Ну, вообще, все уже занимались разработкой в идее с джавой. Поэтому Android Studio, она очень похожа на идею. Вам должно быть все знакомо. Слева Project панель. Можно все раскрыть и посмотреть, из чего состоит проект в самом начале. Пустой проект. Во-первых, есть такая папочка Up. Это модуль. Как бы Android проекты состоят из модулей. И, ну, как минимум один модуль. Вот называется Up в данном случае. Ну, он мог по-другому называться. Просто по дефолту изгенерировалось такое название. Может быть очень много модулей. В последнее время модной становится многомодульная архитектура. Когда модулей там вообще сотни. Даже для не очень больших приложений. Но начинается всегда все с одного. Дальше. Следующий раздел, который здесь можно увидеть. Манифест. Здесь файлик есть один. Он называется Android Manifest XML. Если его открыть, здесь действительно какой-то XML. Это очень важный файл. Он нужен для того, чтобы операционная система, на которой запускается Android приложение, знала, что это за приложение. Из чего оно состоит. То есть в этом манифесте будут описываться компоненты приложения. С точки зрения операционной системы. Об этом чуть подробнее. Дальше. Java. Это исходный код. Ну, написано Java. Но там же могут располагаться исходники на Kotlin. Здесь уже сгенерирован package. Java пакет, в котором мы будем писать код. Смотрите. Тут главное не перепутать. Поначалу. Здесь сгенерированы три Java пакета. Все называются одинаково. Но вот здесь можно увидеть, что один это дефолтный, где просто исходный код. А два это тесты. Android тесты и просто юнит тесты. Мы пока тестирование, вопрос тестирования пока опустим. Про это будет отдельная лекция. Поэтому, если мы не собираемся писать тесты, мы просто это удаляем сразу. Чтобы не путаться и случайно не создать исходники ни в том пакете. Ну, просто студия всегда генерирует эти заглушки. Значит, у нас остается один дефолтный Java пакет сгенерированный. Ну, дефолтный, то есть его имя спадает с package ID. А не в смысле дефолтный Java пакет, который... Ну, как бы пакет без имени нет. У него имя. Следующий раздел. Это Generated Java. Здесь тоже исходники на Java. Но, как понятно из названия, они сгенерированы. То есть мы их не писали руками, а они были сгенерированы во время сборки. Вот можно посмотреть. Здесь даже написано автоматически сгенерировано. Do not modify. То есть не редактировать. Эти исходники, они в некоторых случаях полезны. Их надо будет использовать в своем коде. То есть ссылаться на них. Но главное в них ничего не редактировать. Потому что, во-первых, ну незачем. А с другой стороны, если что-то подредактировать, то это сразу исчезнет при следующей сборке. И еще одна папочка здесь называется Res. Там находятся ресурсы приложения. То есть это то, что не является кодом на языке Java или Kotlin. А какие-то там картинки, тексты, верстка. Там много всего разного. Мы познакомимся с этим очень плотно в дальнейшем. Ну, единственное пока скажу, не путайте с Java ресурсами. То есть в Java есть тоже ресурсы. Но они обычно лежат там рядом с исходниками. Их загружают через Classloader. Вот. Андроидные ресурсы это не то же самое. Они просто называются так же. Но это не Java ресурсы. Это вообще своя особенная тема андроидная. И загружаются они по-другому. Ну, последний раздел в проекте это Gradle Scripts. Но об этом чуть подробнее поговорим потом. Вообще там файлы, которые связаны со сборкой. Называется Gradle Scripts, потому что для сборки андроид-приложений используется система Gradle. Это универсальная система для сборки. Как бы можно собирать не только андроид-приложения, любые. Но для андроида есть специальные плагины. Ну, и практически по дефолту все собирается Gradle на андроиде. Ну, исторически когда-то давно собирали Anthom. Кто-то собирал Mavin иногда. Но Gradle де-факто стандарт. А, еще один полезный нюанс. Вот у этой панели есть несколько режимов. Дефолтный режим называется Android. С этим режимом все хорошо. За исключением того, что то, как здесь отображаются файлы, не соответствует их расположению в файловой системе. Просто предупреждение. Потом, если будете другими средствами с этими файлами работать, можно потеряться. Поэтому, ну, вот лично я обычно люблю переключаться в раздел Project. Здесь чуть больше лишнего показывается. Но зато это один в один соответствует расположению в файловой системе. Поэтому я, скорее всего, останусь вот в этом режиме Project. Ну, а вы, кому как нравится, можете в режиме Android работать. Итак, чтобы написать Hello World, надо создать активность. То есть мы создаем новый класс. Назовем его, например, HelloTechnopolis. HelloTechnopolisActivity. И это должен быть не просто класс, а он должен обязательно наследовать от системного класса Activity. Ну, вот я уже показывал ссылку на Activity в Android документации. Это вообще основной компонент, из которого состоит пользовательский интерфейс приложения с точки зрения операционной системы. И приблизительно Activity соответствует экрану. То есть мы хотим запустить приложение и на экране написать Hello World. Это значит, что этот экран – это наша активность. HelloTechnopolisActivity. В официальной документации слово Activity переводится как операция. То есть вы будете читать, если будете на русском языке читать документацию, там будет везде написано операция. Вот, честное слово, я не видел ни одного живого Android разработчика реального, который бы по-русски говорил операция. Ну, кроме документации, это нигде не используется. По-русски обычно говорят «активность» чаще всего, либо просто говорят по-английски «Activity». Значит, следующее, что нам нужно сделать – это перейти в Android манифест. Это вот XML файл, в котором описываются все компоненты. И в этом манифесте прописать вот только что созданный класс – наш экран HelloTechnopolisActivity. Для этого мы добавляем туда XML элемент, который называется Activity. И нам студия сразу подсказывает, что сюда можно написать имя класса, который вот мы только что создали. И вообще в приложении может быть несколько экранов, много. Каждый экран должен быть прописан в манифесте, для каждого из них должна быть такая запись с элементом Activity. Но только один из них является главным, который показывается, когда приложение стартует. И вот главный экран, он обозначается такой штукой, которая называется Intent Filter. Здесь нужно написать Action по названию Main, который говорит о том, что это действительно главный экран. И еще категория, которая называется Launcher. Launcher – это домашний экран устройства, который мы видим, когда включаем Android устройство. И там иконочки приложений. Когда мы прописываем категорию Launcher, это значит, что иконочка нашего приложения должна быть размещена на домашнем экране. Если этого не сделать, то иконочки не будет, и пользователь не сможет запустить приложение. Ну все, теперь мы можем попробовать запустить. Запускать будем на эмуляторе. Из тех, кто уже установил Android Studio, уже эмуляторы все запускали? Да. Кто еще не запускал и не создавал эмулятор? Поднимите руки. Ну где-то половина, наверное. Ну я тогда вкратце скажу. Если вы не создавали эмулятор, вы нажмете кнопочку Run. Вот эта кнопочка сверху, похожая на Play. Здесь у меня уже перечислены некоторые ранее созданные эмуляторы. Я мог бы сразу на них запустить. Но мы сейчас создадим новый. Если вы раньше не создавали эмулятор, у вас здесь будет просто пустой список. И студия вам сразу скажет, что давай создадим новый эмулятор. Я нажимаю кнопочку Create New Device. Здесь мы сначала выбираем, ну скажем так, Skin. То есть какую-то модель устройства. В основном это относится к экрану. Я, например, люблю выбирать Nexus 5. Потому что Nexus 5, он такой классный девайс. В свое время был очень хороший по своим характеристикам. Был недорогой. Он широко использовался разработчиками. И такой референсный девайс практически. А многие дизайнеры используют скин Nexus 5 для дизайна. И поэтому, если вы работаете с UI, с дизайном. И вам нужно с точностью до пикселей все сверять с тем, что нарисовали дизайнеры. Обычно все на Nexus 5 в первую очередь проверяется. Но вообще можете выбрать любой. Дальше на следующем экране нужно выбрать, какая версия андроида будет установлена на этот эмулятор. Ну вот он рекомендует. Есть рекомендованные. Есть x86. Я не буду сейчас вот для демонстрации скачивать. Потому что это довольно долго. Эти образы занимают несколько гигабайт. Поэтому я выберу сразу какой-то из тех, который у меня был уже установлен раньше. Вот например, Oreo 27. Нет, не установлен. А, вот этот. Но если вы это делаете первый раз, то вот в этом месте вам нужно будет нажать download и все скачать. А вот после того, как скачено, ну дальше просто как-то назвать это. Заводит Technopolis, чтобы с другими не перепутать. Ну и все. Вот это устройство появилось в списке. Зачем может быть нужно несколько эмуляторов? Вот здесь у меня их было четыре, я сделал пятый. Потому что это разные версии операционной системы. Иногда надо проверять, как приложение работает на разных версиях. И разные размеры экранов тоже. Как бы это все бывает полезно. То есть можно иметь сколько угодно разных эмуляторов. И просто по очереди запускать приложения на разных эмуляторах. Но будьте готовы только к тому, что они занимают много места. Один образ эмулятора там порядка 5 гигабайт может занимать. Вот на моем рабочем ноутбуке это уже проблема. Я вот периодически занимаюсь тем, что удаляю старые образы эмуляторов, чтобы установить новые. ОК, запускаем. Стартовал новый девайс. Похожий на Nexus 5. Когда-то давно, в начале Android разработки, ну там 10 лет назад, эмуляторы были очень медленные. Потому что, ну вообще Android работает на архитектуре ARM. Процессоры ARM используются. А вот наши компьютеры, которые мы используем для разработки, это x86. Поэтому ARM работал в режиме эмуляции. Эмуляторы были медленные. Ну а сейчас появились и образы эмуляторов под x86 архитектуру. И они быстро работают. И ARM уже научились за это время эмулировать довольно быстро. Вот запустилось наше приложение. И что мы видим? Абсолютно белый экран. Как бы вполне ожидаемо. Мы не написали вообще никакого кода. Просто добавили одну активность. И вот мы видим этот один белый пустой экран. Теперь нам надо что-то добавить на этот белый пустой экран. Чтобы там написать hello world. Это что-то называется верстка. И нам сейчас нужно будет создать файл верстки. Верстка это один из типов ресурсов. И это находится в папочке res. Ну вот почему-то студия она по дефолту не генерирует папку для верстки. Поэтому нам нужно зайти в диалог Android ресурс директория. То есть мы сейчас создадим директорию специально предназначенную для того, чтобы хранить все файлы верстки в нашем проекте. И здесь такой диалог, который помогает нам создать директорию, которая соответствует нужному типу ресурсов. Нам нужна верстка, это layout. Ну то есть верстка по-русски, layout это по-английски, это синонимы. Ну и неожиданно оказывается, что директория называется тоже layout. То есть на самом деле можно было просто в файловой системе создать папочку layout. В этом диалоге никакой магии нет. Просто он подсказывает, какие вообще варианты возможны. Но если вы точно знаете, что нужно создать, вы можете зайти в res и тоже создать просто директорию. Можно было точно так же создать layout. И сейчас мы создадим верстку, которая нам понадобится для отображения HelloWorld. Это называется layout-ресурс-файл, то есть файл верстки. Есть соглашение такое, то есть это необязательное правило, но которое часто используется, часто применяется. Если вы создаете файл верстки для того, чтобы использовать в какой-то активности, то есть в классе типа Activity, то вы название начинаете со слова Activity. Потом подчеркивание и, например, HelloTechnopolis. То есть имя, соответствующее имя вашего класса. Дальше он предлагает корневой элемент. Мы будем использовать FrameLayout. Сейчас разберемся, что это такое. А он, получается, не сгенерировал layout, потому что мы выбрали совсем пустой макет. Если бы мы выбрали чуть дальше, он бы все это сам бы сгенерировал. Да, если бы мы в самом начале выбрали шаблон, там называется, по-моему, Blank Activity, он бы это сделал. Я просто это рассказываю чуть подробнее, чтобы было понятно, что происходит. Да, мы могли бы добиться того же результата, просто выбрав Blank Activity. Но мы бы не узнали тогда, где что лежит, как это устроено. Итак, файл верстки, это XML файл, и в нем описывается, ну, какая-то часть интерфейса приложений. В этом XML есть какие-то элементы. Здесь есть один корневой элемент, который называется FrameLayout. Ну и вообще каждый элемент в этом XML верстке соответствует тому, что называется View в Android. То есть View это какой-то элемент пользовательского интерфейса. И в Android они образуют иерархию древовидную, то есть дерево. Так же как XML образует иерархию, так же и View в Android тоже образует соответствующую иерархию. FrameLayout это корневой элемент, ну, Frame-рамка. То есть это такой View, который позволяет внутри себя отображать другие View. Причем такие, они вообще называются View Group в Android. Таких layout есть много разных типов. FrameLayout, Linear, Relative, много других. Это будет потом позже. FrameLayout самый простой. Он практически никаких правил верстки не применяет. Просто все внутрь себя складывает. И мы создадим одну View под названием TextView внутри. TextView отображает текст. Мы хотим отобразить текст, поэтому нам нужен TextView. То есть минималистичный элемент мог бы выглядеть вот так, просто TextView. Но на самом деле есть обязательные атрибуты. То есть у каждого элемента в файле верстки всегда должен быть атрибут ширина и высота. Но, если быть точным, они называются Layout Width и Layout Height. Если их не указать, то приложение упадет во время работы. Смотрите, у FrameLayout уже есть значение высоты и ширины. Оба называются Match Parent. Это такое ключевое слово, которое используется для того, чтобы сказать, я хочу, чтобы размер этой View на экране совпадал с размером его родителя. Ну, то есть дословный перевод. Ну, так как в нашем случае Activity это целый экран приложения, то, значит, FrameLayout займет тоже весь экран. А TextView, который мы хотим отобразить, ну, нам не надо, чтобы он прям весь экран занимал. Есть другое ключевое слово, которое называется WrapContent. Это ключевое слово означает, что размер этого View на экране будет минимально необходимым для того, чтобы отобразить то, что мы хотим внутри него отобразить. А внутри него мы хотим отобразить, ну, какой-то текст. Для этого есть атрибут Text. Можем здесь написать HelloTechnopolis. Мы написали файл в верстке. И здесь определён, как бы, интерфейс абсолютно минималистичный, который нам нужен для этой демки. И нам нужно его связать с кодом, с нашей HelloTechnopolisActivity. Это делается при помощи метода OnCreate. Нам нужно переопределить метод OnCreate. Тут студия вставляет аннотации из пэккеджа AndroidX, но не добавляет зависимость в проект или добавляет. В общем, если у вас проект не будет компилироваться вот из-за этих слов, просто можно удалить. Ну, а я здесь просто заимпортировал нужную аннотацию. Значит, что такое OnCreate? Это, ну, вот в Java есть основная точка входа в любое приложение, этот метод main, который принимает аргументы командной строчки и с которого начинается выполнение программы. Вот в Android, ну, условно можно провести аналогию и сказать, что основная точка входа – это метод OnCreate у активности, которую мы объявили в манифесте как главную активность. То есть, когда Android запустит наше приложение, первое, что он сделает – это запустит этот метод OnCreate. И здесь же мы должны загрузить наш файл верстки, который мы написали до этого. Для этого есть специальный метод setContentView. Вообще, этот метод предназначен для того, чтобы определить содержимое экрана. То есть, что мы на этом экране отображаем. И его всегда надо выполнять, вызывать в методе OnCreate. Здесь мы сейчас напишем такую штуку. Сейчас я объясню, что это такое. В качестве аргумента этому методу мы передали значение, которое читается так – RLayoutActivityHelloTechnopolis. Значит, ActivityHelloTechnopolis совпадает с именем файла верстки, который мы до этого написали, который лежит у нас в папочке ресурсов layout. А RLayout – это специально сгенерированный класс с константами. И эти константы нужны для того, чтобы в коде Android приложения использовать ресурсы, которые все лежат в папочке ресурсов. То есть, для всего, абсолютно для всего, что в папочке ресурс находится, там всякие картинки, layout и тексты, абсолютно для всего есть константа в классе R. Ну и обычно эти константы выглядят так – R, точка, потом какое-то ключевое слово, на самом деле это имя вложенного класса, совпадающее с типом. То есть, так как у нас верстка, то здесь layout. Ну и дальше имя ресурса. Значит, мы загрузили. В методе он create файл верстки и давайте запустим. А, так, эмулятор. Ну вот, можно разглядеть, что появилась надпись HelloTechnopolis в левом верхнем углу. Знаете, я вот… Давайте сразу я еще один атрибут добавлю. Вообще про… Я сегодня не буду рассказывать подробности верстки, как там все делать красиво. Вот единственное, что я скажу еще – вот этот layout gravity. Я здесь напишу слово «center». Это значит, что я хочу, чтобы текст отображался по центру. Вот. И это значение «center» используется для атрибута layout gravity. А что такое атрибут layout gravity? Он имеет отношение к frame layout. Он говорит о том, как внутри родительского frame layout должен располагаться вот наш элемент – TextU. То есть он говорит, что внутри frame layout, который занимает весь экран, и мы хотим расположиться по центру. Ну, там есть другие возможные варианты. Слева, справа, сверху, снизу. Ну, вот сейчас у нас будет по центру. Hello-Technopolis по центру. Ну, вот практически Hello-World готов. Ну как, скажите, как это? Вполне ожидаемый результат? Или это все довольно скучно? Или какие-то вопросы есть? Вот, потому что я пока рассказывал. Окей. Сейчас я хочу немножко рассказать поподробнее о том, что находится в проекте. То есть, ну, вы будете писать много кода, и все это пойдет через изучение документации. Будете создавать сложный UI, добавлять какой-то функционал в свои приложения. И, в общем, все это будет круто. Но вот мне хочется, чтобы не осталось вообще никаких темных пятен в том, что происходит в Android-проекте. Потому что об этом на этот час не хватает времени разбираться. Я вот просто сейчас параллельно изучаю разные другие новые технологии. Там тоже новые языки, запускаю приложения. И я просто смотрю, что в очень многих курсах просто остается много темных пятен. Вот сейчас вот мы пройдемся по ним, и все будет понятно. Во-первых, смотрите, у нас в модуле, внутри модуля App, появилась папочка Build. Там вообще находится все, что компилируется, собирается в процессе сборки приложения. И самое интересное, что там находится. Находится в папочке Outputs, то есть это результат работы билда. АПК. АПК это вообще название формата файлов приложений, которые собираются в результате сборки. То есть каждое Android-приложение в итоге собирается в виде АПК-файла. И внутри можно найти АПК-файл нашего приложения, которое собралось. И что самое интересное, в Android-студии можно даже заглянуть внутрь. Вот давайте посмотрим внутрь Android-приложения очень простого Hello World, которое мы собрали. Что там есть. Ну вообще АПК это zip-файл. Ну то есть внутри него находятся другие файлы директории. Вот это его содержимое. И прежде всего мы видим здесь манифест. То есть тот самый манифест, который у нас был в проекте, он оказался внутри АПК-файла, который мы собрали. Но вот если его полистать, видно, что он очень похож на то, что мы писали в коде. Но с небольшими изменениями. То есть сюда добавляется какая-то мета-информация автоматически. Вот в частности, минус-дк-версия, которую мы выбирали при конфигурировании проекта. Вот именно поэтому это приложение нельзя будет установить на более ранней версии. Потому что у него в манифесте это прописано. Имя класса активности здесь прописано в манифесте АПК-файла. Смотрите, в манифесте, который мы редактировали, мы имя класса написали вот так. .hello.technopolis.activity А внутри АПК-файла, который сгенерировался, здесь полное, как называется, fully qualified java name. Полное имя с именем пакета. Это вообще стандарт. В принципе, все имена классов в манифесте должны быть такие, полные. Но есть просто, ну, такое удобное соглашение, что если этот класс находится в пакете, имя которого совпадает вот с этим, которое здесь в корне указано, то можно писать его относительно точечка. Так, что у нас еще есть в АПК-файле, который был сгенерирован. Ну, вот, давайте, самого интересного. Classes.dex. Это исходный код. Ну, вообще, мы пишем на Java. Java компилируется в класс файлы. И внутри класс файлов находится байт-код. Ну, в Android немножко сложнее. У него не как в Java. У него своя виртуальная машина, которая, ну, вообще говоря, уникальная. Она никак не совпадает с джавовскими виртуальными машинами. Она на них не основана. Это совершенно независимый проект. Ну, оригинальная виртуальная машина, ну, в первой версии Android называлась Dalvik. И для нее были придуманы в Android свои собственные байт-коды. Которые назывались Dalvik байт-коды. И файл, вот этот, Classes.dex, называется Dex, потому что это Dalvik Executable. То есть, исполняемые байт-коды для Dalvik. Вот в современных версиях операционная система Android, виртуальная машина, называется уже по-другому, Art. Но по старинке вот Dex называется Dexом, а не Aex, как он мог бы называться. Вот, внутри него, смотрите, в классе Dex, здесь мы видим много-много классов. Это, на самом деле, все зависимости, которые есть у нашего проекта. Хоть он такой простой, но у него там есть зависимости. Если мы на них посмотрим чуть-чуть попозже, может быть. Ну, вот здесь можно найти наш класс. RU, OK, TECHNOPOLIS, HELLOW TECHNOPOLIS, HELLOW TECHNOPOLIS ACTIVITY. И вот даже метод onCreate есть. И можно даже его декомпилировать и посмотреть. Ну, это так. Для справки, мы не будем пока работать с внутренностями класса Dex, но иногда очень любопытно посмотреть, во что превращается этот код после того, как вы его собрали. Дальше, здесь, внутри этого APK-файла есть ресурсы. Ну, они располагаются, часть ресурсов в ресурсе, ну, вот в таком файле с расширением ARSC. Короче, здесь ресурсы, которые сами по себе не являются файлами, а являются, ну, просто значениями. Вот какие-то интеджеры тут, колоры, то есть цвета. А те ресурсы, которые определены в отдельных файлах, вот лежат в папочке RES. Вот, в папочке layout лежит верстка, и смотрите, вот здесь много-много файлов. Вот мы написали один-единственный файл верстки, а внутри APK-файла оказалось очень много разных файлов верстки. Это, опять же, из-за зависимости. Сейчас, есть тут наше Activity. Оно было внизу? Внизу, да. Да, вот. Ну, то есть все правильно. Наш файл здесь, но кроме него добавилось много зависимостей. Они реально не используются сейчас в нашем приложении, но попали в APK-файл. Ну, это так, на будущее надо иметь в виду, что все, на что вы объявляете зависимость, оно попадает к вам в приложение. Есть специальные техники для того, чтобы это как бы лишнее выкинуть, но они не всегда используются. Дальше, смотрите, вот здесь студия, она показывает содержимое этого файла в виде XML. Ну, вот, единственное, что ключевые слова match parent и wrap content заменены на константы числовые. Тут минус один, минус два. Но, на самом деле, вот, за всем этим кроется другой формат. Внутри APK-файла и в рантайме эти XML-файлы, они уже не хранятся в формате XML. Они хранятся в каком-то оптимизированном бинарном формате. Ну, а здесь студия просто декомпилировала этот формат для того, чтобы было удобно смотреть. Окей, значит, вот APK-файл находится здесь в папочке Outputs внутри билда. Что еще там есть интересного? Есть папочка Generated. Внутри Generated самое интересное, что можно найти, это R-файл. Ну, вот, мы видели, что константы, при помощи которых мы обращаемся к ресурсам, они находятся в классе R. И вот как он выглядит. То есть, вот смотрите, вот код нашей Activity. Здесь вот мы использовали одну константу. Если мы сейчас попросим студию перейти туда, по Ctrl-B, он нас переведет в XML-файл, где эта константа определена. Ну, то есть, она определена именем этого файла. Но на самом деле, вот с точки зрения Java, эти константы находятся вот в этом R-файле внутри папочки Generated. И, ну, здесь, опять же, можно найти, например, нашу активность. Activity, Hello, Technopolis. Вот. Вот она здесь прописана где-то. У нее свое числовое значение есть. Ну, как бы эти значения, они реально не используются вот именно как числа. Но они уникальные. Вот это гарантировано системой сборки. То есть, все-все-все константы в этом файле имеют уникальные значения. Ой. Пардон. Вот. И, как мы видим, эта константа Activity, Hello, Technopolis находится внутри вложенного класса Layout. Ну, в общем, все, как мы ожидали, когда писали вот Java Code и Layout. Так, что еще интересного есть? Есть еще Build Config. Ну, мы его уже видели, кажется, когда первый взгляд на проект делали. Он тоже находится внутри Build Generated. И выглядит он так. Build Config. Здесь определены константы, которые, ну, были во время сборки приложения сгенерированы. Ну, вот здесь, например, этот наш Application ID. Версия приложения. Тип сборки. Чуть позже мы посмотрим, как нам пригодится уже сегодня. Окей. Значит, исходники мы уже видели. Дальше. Очень интересный файл Build Gradle. Это то, что вот можно даже проще смотреть в этой, действительно, во вкладке Android. Он находится в разделе Gradle Scripts. Смотрите, есть два Build Gradle у каждого приложения, у каждого проекта. Вернее, их может быть даже больше. Есть один Build Gradle, который относится ко всему проекту. Ну, вот здесь он, рядом с ним написано Project. Это небольшой скрипт на груве для системы сборки Gradle. Здесь, ну, указаны какие-то общие вещи, которые относятся ко всем-всем-всем модулям. Ну, в частности, здесь репозитории, где можно искать зависимости. Ну, это вот в этом разделе репозитории для Build скрипта. А вот здесь у Project это репозитории для зависимости вашего кода. Ну, здесь уже все правильно прописано. Нам ничего добавлять не надо. Вот, единственный момент. Здесь указана версия Gradle скрипта, при помощи которого собирается приложение. Вот, и периодически Android Studio обновляется. То есть, вот сейчас у меня, видимо, версия 3.3.0. Уже, на самом деле, вышла версия 3.3.1. А когда я готовил эту лекцию, там, две-три недели назад еще была версия 3.2.1. То есть, это вообще регулярно меняется. И когда вы хотите обновить свою среду разработки, чтобы установить последнюю версию студии, вот вам надо будет зайти именно в этот файл и здесь поменять номер версии этого плагина. Вот он мне даже подсказывает, что уже более новая версия доступна 3.3.1. Ну, ладно, я пока менять не буду. Хотя, ну, давайте поменяем. Не, не буду, сломается что-нибудь. Ну, просто надо студию сначала обновить, желательно. А версия этого плагина совпадает с версией студии? Да. Ну, так сложилось, что вот в последних версиях, в последнее время, одновременно выходит новая версия студии и новая версия плагина. Но чисто технически они не связаны. Можно использовать более старую версию плагина в новой версии Android Studio. Давайте, кстати, проверим. Вот у меня сейчас стоит, да, 3.3 у меня Android Studio. Если вы будете устанавливать сейчас свежую будет 3.3.1. То есть у меня совпадает версия плагина и версия студии. Если я здесь подниму до 3.3.1, ну, технически должно работать. То есть сборка, она как бы осуществляется гридлом, независимо от студии. Но, с другой стороны, бывает, что в систему сборки вносятся какие-то изменения, которые еще не поддержаны в Android Studio. И могут возникнуть какие-то нестыковочки между интерфейсом Android Studio и тем, что происходит там под капотом во время сборки. Поэтому я обычно сначала устанавливаю новую студию, а уже потом поднимаю версию плагина. Окей. Значит, поначалу это вот единственное, что интересно в этом билдгридле от Project. Это вот версия плагина. А второй билдгридл относится к модулю. То есть вот у нас модуль App внутри проекта. И внутри него находится вот этот билдгридл от модуля App. И здесь находится, на самом деле, все самое интересное, что относится именно к вашему приложению коду. Сейчас вот вкратце посмотрим на вот самое интересное, что здесь есть. Вот. Сначала то, что мы уже видели, это Application ID. То, что во время создания проекта называлось Package Name. Вот это синонимы. То есть здесь это называется Application ID. Где-то называется Package Name, где-то Package ID. Вот он оказался здесь. Дальше тоже мы указывали в процессе создания проекта Min SDK Version. А во время создания проекта это называлось Minimum API Level. Это вот тоже синонимы. 16. Я, кажется, не сказал, что вот номера версии в Android есть такие пользовательские имена версий. Там 4.1, 4.2, 4.4, 5.0 и так далее. А есть технические номера версий. То есть, например, 4.1 это 16. Потом 5.1 это 21, кажется. Ну, в общем, есть альтернативная нумерация версий, которая используется вот именно в коде. Вот здесь она указана 16. Дальше смотрите. Тут есть еще парочка версий. То есть, вот минимальная 16, а есть еще какой-то Compile SDK Version 28. И Target SDK Version тоже 28. Вот. Тут легко запутаться. Поэтому советую внимательно все это прочитать. Ну, вот в материалах лекции там про это рассказывается. Там есть ссылочки на официальную документацию. Но, вкратце, Compile SDK Version это, грубо говоря, что попадает в ClassPass при компиляции вашего проекта. Ну, ClassPass, знаете, у Java, да? То есть, это список зависимостей библиотек, которые доступны компилятору в процессе компиляции вашего Java кода. То есть, если вы в своем коде используете какой-то класс из Android, который появился только в 28 версии. 28 это... Сейчас, это... Это 9 или 8 Android. Ну, короче, это самый новый Android. Если вы используете такой класс из 28 Android, то вам нужно, чтобы Compile SDK Version был тоже 28 или еще больше. То есть, чтобы этот класс оказался в ClassPass и ваш проект скомпилировался. А Target SDK Version это, грубо говоря, для какой версии Android ваше приложение предназначено. То есть, как бы, вы когда разрабатываете, вы держите в голове. Вот сейчас самая актуальная версия Android такая-то. Я хочу, чтобы мое приложение на нем хорошо работало. Вы запускаете, тестируете, в процессе разработки используете именно эту версию Android как такую референсную. Это значит, что вы все продумали именно под эту версию. И вы пишете, значит, ее в поле Target SDK Version. Ну, это такая философия. Как бы, на самом деле за этим стоят какие-то технические требования. То есть, операционная система, она в зависимости от Target SDK Version может включать какие-то особые режимы совместимости. Ну, в общем, с этим лучше ознакомиться в документации. Там очень много ссылок на разные, на самые разные аспекты, связанные с Target SDK Version. Там, например, написано, если вы используете Target SDK Version 27, то ваше приложение будет вести себя так, так и так. А если вы напишете Target SDK Version 28, то оно будет вести себя сам, совсем по-другому. То есть, вы должны это иметь в виду. И еще это головная боль для разработчиков, потому что Google Play, это магазин приложений, он иногда вводит какие-то новые требования для того, чтобы разработчики использовали более новые технологии и адаптировали свои приложения под более новые версии операционной системы. Google Play говорит, то есть, Google говорит, что начиная с 1 ноября 2018 года в магазине приложений Google Play допускается к публикации только приложение, у которого Target SDK Version 27 или выше. Это значит, что разработчики должны прямо пойти и оптимизировать свое приложение именно под эту версию, а это иногда бывает довольно сложно. Ну, дальше идут простые значения Version Name, Version Code. Ну, это просто версия приложения 1.0, это то, что будет показано пользователю, и число 1, это то, что будет использовано в коде. Ну, точно так же, как версия операционной системы Android, бывает там 4.1 для пользователя, либо 16 для кода. Также вот и версия вашего же собственного приложения тоже имеет две версии. Version Name для пользователя, 1 для кода. Ну, дальше здесь конфигурируется запуск тестов, это можно пропустить. Дальше такой прикольный раздел Build Types. Здесь указан релиз, хотя на самом деле мы сейчас работаем в режиме Debug. Вот смотрите, если мы обратно в режим Project перейдем. Вот наш APK файл лежит, например, в папочке Outputs APK Debug. Это значит, что этот APK файл был собран в режиме Debug. В этом режиме, ну, включаются какие-то специальные режимы для отладки приложения. Там больше отладочной информации, там логи обычно добавляются в версию Debug. И, ну, это обычный режим для процесса разработки ежедневного. А сборка релиз предназначена для пользователей. То есть это то, что мы выпустим, потом опубликуем для пользователей в магазине приложений, ну, или другим способом. Ну, и релиз отличается от Debug, что там убирается все лишнее. Там убираются логи, убирается дебажная информация, что-то оптимизируется. Почему здесь не написан Debug? Потому что, на самом деле, он использует все дефолтные параметры. То есть это равносильно тому, что я напишу Debug и ничего внутри. Вот для релиза определён, например, ProGuard файл, который тоже лежит в нашем проекте. Ну, он пустой. Но, вообще, он служит для оптимизации кода. Не буду рассказывать подробности пока. Но просто знайте, что вот файл, который Studio генерирует в каждом проекте, называется ProGuard Rules Pro. И он нужен для оптимизации кода в релизной версии. Так, значит, мы смотрели на билд нашего модуля. И последний раздел, который здесь есть, в Build Gradle, это список зависимостей. Dependencies. То есть, какие библиотеки мы используем. Значит, смотрите. По факту он говорит, что он использует jar файлы из папочки lib. У нас там нет никаких jar файлов. Можно удалять. Дальше здесь объявлена парочка зависимостей на библиотеке для тестирования. Мы тоже пока тестированием не занимаемся. То есть, это тоже ненужные зависимости на данном этапе. А, и вот это тоже, G-Unit, тоже для тестов. Вот. И здесь осталась реально одна зависимость, которая, ну, как бы используется у нас. Ну, не явно через код, там, через ресурсы. Это библиотека AppCompat. И вот куча-куча файлов внутри APK-шки, они как раз из этой библиотеки пришли. Если мы зайдем сюда. Впк-файл. Посмотрим, что там внутри класса с DEX. Здесь всякий Android, Support. Вот. Куча каких-то классов. Это все из этой библиотеки AppCompat. Ну, вообще говоря, это полезная библиотека. Ну, там какие-то основные компоненты для приложений. И они обязательно вам пригодятся в процессе разработки. Но не сегодня. Сегодня мы просто не будем касаться никаких сложных вещей больше. Кроме вот обычного Activity. Поэтому, ну, напрямую мы библиотеку AppCompat не используем. Но я ее пока оставлю в списке зависимостей. Потому что она используется в ресурсах. И это немножко, как сказать, немножко кропотливая работа выпилить на нее зависимость. Потому что Android Studio генерирует все так, что лучше ее пока не трогать. Ну, и что осталось? Практически мы разобрали все, что у нас внутри проекта. Я ничего не сказал про папочку Intermediates. Ну, там просто много-много временных файлов, которые во время сборки используются. Но нам они не интересны пока. И остались еще некоторые файлы, также связанные со сборкой. Я просто их упомяну. Ну, это вот этот Gradle, W и батничек соответствующие. Это скрипты для запуска сборки. То есть это, если вы захотите из командной строчки запустить сборку, то вот они вам понадобятся. EML-чик это файл, который используется в студии, просто для описания проекта. То есть напрямую к проекту он не относится, а относится к Android Studio. И парочка файлов еще, которые просто полезно знать. Settings Gradle, в нем перечислены модули вашего приложения. Сюда тоже все было добавлено автоматически, но если вдруг вы создадите еще модуль, то он добавится сюда, скажем, через запятую. Какая-нибудь там библиотека, допустим. Вы создадите модуль библиотеки, можете его сюда добавить. Но, опять же, обычно это происходит автоматически, если вы пользуетесь Android Studio. И Local Properties. Ну, вряд ли он пригодится когда-нибудь. Но почему он называется Local Properties? Потому что в нем определены некие конфигурационные параметры для сборки, которые имеют значение только локально. То есть вот на этом компьютере. Ну, как разработчики обычно работают в системе контроля версии. Они там пишут код, коммитят в репозитории. И этот код потом расходится по другим разработчикам. И вот Local Properties, его никогда не надо коммитить. Ни в какой репозитории. Потому что он имеет смысл только здесь, сейчас. Здесь вот, например, прописаны пути к Android SDK. Почему это не пригодится? Потому что, ну, обычно разработчики прописывают переменную окружение Android Home. И там точно так же будет прописан путь к Android SDK. И этот Local Properties тогда вообще будет не нужен. Ну, просто имейте в виду. Ну что, какие-нибудь вопросы есть по содержанию проекта? Что здесь для чего используется? Окей, тогда давайте сейчас еще немножко покодируем. Значит, у нас была одна активность. Hello World. Hello Technopolis Activity. Сейчас мы добавим немножко интерактива. То есть, мы просто печатали сообщение на экране. Сейчас мы добавим, ну, скажем, поле ввода. Куда пользователь может что-нибудь ввести. И напишем код, который будет обрабатывать ввод в это поле. Давайте это сделаем в отдельном экране. То есть, мы создадим еще одну активность. И точно так же она создается, как первая. Назовем ее, например, Hello User Activity. Потому что мы там будем взаимодействовать с пользователем. Точно так же она наследует от Activity. Ой, пардон. Точно так же ее нужно прописать в манифесте. Вообще, все активности, какие есть в приложении, обязательно в манифесте. Без этого они не работают. Ну, можно было скопировать. Помните, я говорил, что у приложения один основной экран, Main. Я, на самом деле, вас обманул. Основных экранов может быть сколько угодно. Вот сколько... У каких экранов вы пропишете вот этот Intent Filter с Action Main и Launcher, столько их будет в главных. Давайте сейчас запустим, кстати, и посмотрим, как это проявляется. Значит, у нас по-прежнему запустился предыдущий экран. Но смотрите, что у нас произошло. Вот это эмулятор, у которого есть свой лончер. Смотрите, появилось две иконки. Вот одна иконка HelloTechnopolis. Вот эта, которую я сейчас запустил. И вторая такая же, тоже HelloTechnopolis. И здесь белый пустой экран. Это вот наш второй. То есть, главных экранов может быть сколько угодно. И все они оказываются в лончере со своими иконками. Но теперь... Теперь... Нам нужно их как-то различать. Потому что название... Ну, как бы разный экран должен иметь разные названия. И для этого... Мы у элемента Activity напишем... Добавим атрибут под названием Label. Это видимое название. То, что пользователь видит на экране в качестве названия этой активности. И у ярлыка в лончере. Смотрите, нам Android уже сразу... Студия подсказывает, что можно использовать некий StringUpName. Сейчас посмотрим, что это такое. Ну, да. Это то, что нам было сгенерировано автоматически. Смотрите, это тоже ресурс. Если мы посмотрим, где это находится. Это находится внутри папочки Values. В файле strings. Ну, это такое традиционное место, где хранятся все строчки приложения. И вот здесь был сгенерирован уже один ресурс. Под названием UpName. Под названием HelloTechnopolis. Это то, что мы вводили в диалоге создания проекта. И по дефолту все активности так и называются. То есть, название каждой активности совпадает с именем приложения. Но мы хотим, чтобы наши активности различались. Поэтому мы создадим еще парочку строчек. Например, Activity HelloTechnopolis. Скажем, напишем Technopolis. И второй активности назовем, ну, не знаю там. HelloUser. Вот. Значит, смотрите. Я создал ресурсы типа string. То есть, это строчки. У них тоже имеются идентификаторы. Ну, и если что, для них тоже сгенерированы константы в RF-файле с такими названиями. И я их могу использовать, ну, вот, например, в манифесте. Вообще, чисто технически, я мог бы вот прямо здесь написать. Label равно, там, Technopolis. Это сработало бы. Но в Android так не принято. В Android почему-то принято все строчки. Именно в ресурсах создавать. И вместо того, чтобы писать сами строчки, использовать ссылки на них. Почему? Ну, во-первых, ну, это общая практика при написании кода. Если у вас есть что-то, что может использоваться в нескольких местах, то не надо создавать копии, а лучше написать это в одном месте и ссылаться. Вот именно со строчками используется такая система ресурсов. То есть мы сами значения строчек используем в одном... Пишем в одном месте. Вот, в ресурсах. А ссылаемся на них из любых других мест. То есть, например, я бы вот здесь, скажем, у второй активности, я могу использовать Label AppName. То есть у меня вот здесь, у приложения... Сейчас... Да, вот здесь. У элемента Application используется String AppName. И у Activity тоже его Label String AppName. То есть, первый момент, почему надо в ресурсах... Первая причина, почему надо в ресурсах все строчки хранить, это переиспользование, чтобы не копировать. Но это, на самом деле, не самое главное. Вторая причина, это локализация. Сейчас мы чуть позже расскажем о локализации. А пока я здесь пропишу второй Label, который я создал. Activity Hello User. Вот, если мы снова запустим... Опять запустился экран. Сейчас мы посмотрим на иконки. Вот, у нас одна иконка. Технополис. Ой... А я перетащу на экран. Так удобнее смотреть. И вторая Hello User. То есть, мы их теперь можем различать. У нас две Activity в приложении. Обе прописаны в манифесте. И вот обе появились на домашнем экране в виде иконок. Один небольшой трюк я сейчас покажу для удобства. Если будете делать приложение с несколькими активностями. Но вам захочется запустить какую-нибудь другую. То есть, вот сейчас при старте приложения я запускаю. Запустился Технополис. А я, допустим, на самом деле хотел запустить второе. Hello User. Здесь есть конфигурации. В верхней панели в Android Studio. Можно нажать Edit Configuration. И вот здесь есть параметр Launch Options. Сейчас здесь выбрано Default Activity. Но студия как бы запомнила, что поначалу была первая активность Hello Technopolis. Ее и запускает. Можно поменять на другую. Можно здесь указать Specified Activity. И выбрать какую-нибудь другую. Hello User Activity. И теперь, если мы запустим. Вот запустился наш пока еще белый экран второй активности. Ну, давайте сейчас добавим немножко реального контента с кодом. Значит, точно так же нам нужно создать еще один ресурсный файл с версткой. Ну, сейчас мы будем использовать Linear Layout. Это второй. Чуть более сложный, чем Frame Layout. Внутри Frame Layout просто вьюхи располагаются как есть. Единственное, мы можем отцентрировать, например. А внутри Linear Layout вьюхи располагаются либо по вертикали. Вот как сейчас здесь указано. Ориентация вертикальная. Либо по горизонтали. Если бы мы здесь написали слово horizontal. Ну, мы напишем Vertical. Это значит, что все вьюхи, которые мы перечислим внутри, будут сверху вниз, одна за другой по вертикали располагаться. Ну, скажем, сделаем здесь такой же TextView. Мы просим пользователя ввести в поле ввода, например, свое имя. Поэтому мы здесь напишем Введите имя. А дальше, ниже, то есть мы по вертикали ориентируем вьюхи, мы напишем, добавим EditText. TextView просто для отображения текста, а EditText для того, чтобы сделать поле ввода. Ну, на самом деле, устроены они практически одинаково. Отличаются только внешним видом и поведением. Окей, это будет поле ввода. Дальше мы добавим кнопочку. Пользователь что-то введет в поле ввода и нажмет кнопку. Который будет означать, что ввод готов. Ну, например, здесь будет слово «Привет» на кнопке. И дальше мы добавим еще один текст, в котором мы что-нибудь отрендерим. Напишу здесь, что здесь будет что-то. Давайте запустим. Нельзя просто так в XML использовать угловые скобочки. Я не буду. Окей, мы забыли прописать в коде. То есть написать метод onCreate, в котором эта верстка загружается. Точно так же надо вызвать setContentView. И здесь мы указываем файл, вот этот новый файл. Второй. Activity Hello User. И вот опять эта аннотация, которую студия генерирует без зависимости. Просто удалим ее. Ну, вот что мы видим. Вот раз, два, три, четыре вьюхи. Сверху вниз. Как ожидалось внутри Linear Layout'а с ориентацией Vertical. Поле ввода, в которое можно что-нибудь поводить. Так. Кнопочка, которую можно понажимать. Ну и текст, который пока статичный. Нам нужно теперь написать код, который будет вот этот ввод из поля ввода получать. Ну, то есть обращаться к нему. И обрабатывать клик на кнопочку. Как нам из кода получить доступ к этим вьюхам? Смотрите. Очень похожим образом, это как бы обращение к вьюхам похоже на то, как мы обращались к файлам вёрстке при помощи константы из R-файла. То есть вот здесь мы обращаемся к файлу вёрстке через R-Layout. А для того, чтобы обратиться к вьюхам, нам нужно, чтобы у них были ID. То есть вот сейчас в нашем файле есть просто вьюхи. И мы можем добавить к ним ID. К любому элементу в верстке мы можем добавить атрибут ID. Ну, здесь такой специальный синтаксис используется. Плюс ID. Ну, напишем просто edit text, например. Здесь будет, ну, скажем, button. И здесь, скажем, output. То, что мы хотим отрендерить. И так же делаем с кнопочкой. И с текстом. Вот так вот просто. Теперь у нас для каждой вьюхи, которая определена в верстке, есть переменная соответствующая, соответствующего типа. И мы можем написать код. Чтобы edit text работал, ничего не нужно вообще писать. То есть поле ввода работает само по себе. То есть пользователь вводит. В поле ввода появляется текст. Что-то нужно предпринимать в тот момент, когда пользователь уже нажал на кнопку привет. То есть когда он завершил ввод. Поэтому мы ловим клик на кнопки. Для того, чтобы поймать клик, используется интерфейс onClickListener и метод setOnClickListener. Давайте я напишу так. Смотрите, здесь мы создали объект этого интерфейса. Можно перейти, посмотреть в исходник андроида. Вот этот интерфейс очень простой. У него один единственный метод. Он клик. У него параметр view. То есть метод onClick вызывается, когда по этой view произошел клик. Вообще, кстати, в андроид разработке очень удобно, что для всех системных классов есть исходный код. То есть система открытая. И всегда, когда вы с чем-то работаете, вы можете нажать Ctrl-B на Windows и перейти к исходному коду. Вот, например, EditText. Я нажал Ctrl-B и оказался в исходном коде EditText. И можно весь исходный код прочитать и узнать, как он там устроен и как себя ведет. Вот, кстати, здесь мы видим, что EditText. Это на самом деле класс, который наследует от TextView. То есть они сделаны на одной основе. Ну и вот можно ходить по исходникам андроида и там много всего интересного увидеть. Ну, здесь нам нужна просто обработка клика. После того, как пользователь нажал на кнопочку эту, привет, мы хотим из EditText получить вот. Для этого есть просто метод GetText. Мы его сохраним в какую-нибудь переменную. Скажем, name. А, и тут надо будет вызвать еще ToString, потому что текст у EditText это не стринг. Это немножко другой тип, но он превращается в строчку просто ToString. И теперь мы хотим в TextView, который у нас должен отображать отрендеренный текст, что-то там показать. Мы пишем SetText и какое-нибудь сообщение. Типа там привет, , name. То есть мы обращаемся к пользователю по имени. Ну давайте запустим. Ну, скажем, я веду Дмитрий. Меня зовут Дмитрий. Говорю, привет. Ну, и он говорит, привет, Дмитрий. Давайте повторим еще раз. Что плохо? Что здесь отображается вот этот текст, где написано, здесь будет что-то, которое не должен отображаться обычно. Чтобы текст не отображался, надо его скрыть. И для того, чтобы скрывать и потом обратно показывать вьюхи, есть такое свойство у всех view в андроиде, называется visibility. И мы можем у этого текст view указать visibility invisible. Это значит, что вьюха невидима. Вообще, у visibility есть три состояния. Вот, можно было подумать, что два. Там, видимый, невидимый. На самом деле, три. Visible, invisible, еще gun. Можно, кстати, перейти в исходник, опять же, андроиды и почитать, что это значит. Ну, или в документацию. Вот есть третий тип gun. Мы его пока не будем использовать. Он значит, что вьюха не просто невидима, она еще и не занимает место. А invisible, она не видна, но место занимает. Ну, это уже в нюансах верстки используются эти состояния. Значит, а после того, как пользователь кликнул и мы отобразили этот текст, мы его делаем обратно видимым. Запускаем. Ну, и вот как мы хотели. Здесь никакого лишнего текста в начале нет. После того, как я нажму на кнопочку, текст появляется. Можно было просто текст удалить там. Пустым сделать. Можно было, да. Да, действительно, можно было. Но, смотрите, это как бы визибилити, это общая техника, которая широко используется в верстке, ну, в пользовательском интерфейсе. Очень часто приходится там скрывать какие-то объекты, потом их обратно показывать. Ну, это просто частный пример с текстом. Это могла быть картинка, например. Картинка, штука тяжелая, поэтому лишний раз ее удалять не хочется. Потому что, ну, там, битмап может весить, я не знаю, 100 килобайт, допустим. Поэтому, если мы его там удаляем и обратно загружаем, это может накладные расходы повлечь. А когда мы меняем видимость, это, ну, практически без накладных расходов происходит. Ну, вообще, да, если мы ему укажем пустой текст, то он будет невидим на экране. Это правда. Так, и в этом примере с Hello World Дом, наверное, последнее, что я сейчас расскажу, это про локализацию. Вот, я говорил, что все строчки надо хранить в ресурсах. Кстати, здесь я нарушил уже это правило. Вот я прямо в коде написал привет. Это не совсем хорошо. Вот давайте на примере этой самой строчки, которую я неправильно захардкодил в коде, мы посмотрим, что такое локализация. Ну, как вы поняли, никогда не надо хардкодить строчки в исходном коде. Это, ну, это вообще стопроцентное правило, которое соблюдается всегда. Ну, речь идет про строчки, которые может прочитать пользователь. Если это какие-то служебные константы, то можно. Смотрите, первое, что я сделаю, это определю эту строчку в ресурсах. Назову ее HelloUser, например. И напишу здесь привет. И здесь я сейчас использую такую штуку. Как же это? 1s. Вот это такой символ формата. Он используется для того, чтобы внутрь этой строчки подставить какое-то реальное значение в рантайме. И сейчас в коде я это буду использовать. Смотрите. Вместо того, чтобы вызвать метод, просто вызвать setText, я сначала загружу эту строчку из ресурсов. Для этого я использую метод getString. То есть это метод, который определен в классе активности. Я его могу вот прямо здесь вызывать. Есть простой вариант метода, когда в качестве аргумента просто указывается айдишка этой строчки. Вот. String HelloUser. Но в данном случае это не просто строчка. Это строчка с аргументами. Поэтому через запятую я указываю аргумент name. 1. И вот смотрите. В этой строчке у нас есть один элемент, который вот понумерован и имеет тип строчка. Вот этот %s это указывает на то, что это тип строки. А доллар 1 что указывает? А доллар 1 указывает на то, что это номер 1. То есть... Первый аргумент? Да. Первый аргумент. Вообще вот здесь могло бы быть много аргументов. Да. И они имеют номера. 1, 2, 3, 4. А внутри этой строчки они могут иметь другой порядок. Поэтому там указывается их номер. Может продиктовать по символу, если его там написано? Ну, доллар 1... Там... Ну, смотрите. Во-первых, это вот в материалах есть в статье. Там все подробно написано. Сейчас я продиктую. Там доллар 1. Ну, то есть доллар номер аргумента. А потом процент типа аргумента. Здесь доллар 1, процент s. Маленькое. s это string. И теперь, скажем, я опять сохраню это в переменную. В переменную, например, hello. И уже вызову метод setText с этим значением. Запускаем. hello plus name. Hello plus name. Нет. Вот здесь как раз не нужно писать hello plus name. Потому что мы использовали формат. И вот этот аргумент name, он будет вставлен внутрь этой строчки вместо... $1. Вместо $1. % s. Правильно. через аргументы или делать там... Вот именно так, через... $ring plus name. Именно через аргументы, правильно. А вот смотрите, я ошибся. так. 10 лет пишу на андроиде и все как в первый раз. так. Сейчас. Сейчас. Ааа. Сейчас я посмотрю, как правильно. Ааа. Может там то, что на семярке? Извините, я просто перепутал. Процент $1. $s. Ровно наоборот. То есть... Очень интуитивно. Ну... Да. Есть такие моменты. Не очень интуитивные. То есть процент номер аргумента, доллар тип аргумента. Запускаем. Нажимаем. Вот. Теперь все правильно. Текст отрендерился. Привет, запятая, Дмитрий. Вот вместо этого процента $1 ставился аргумент. Пробел не пропал? Пробел... Ну, тут есть маленький пробелчик. Ну, вот он присутствует в строчке. С ним все в порядке должно быть. Пробел есть. Вот. Теперь смотрите. Главное, ради чего все эти строковые ресурсы здесь хранятся. Это локализация. Вот сейчас мы вот эти ресурсы написали на русском языке. И... Это значит, что... Ну, на самом деле не все. То есть вот конкретно этот ресурс я на русском языке написал. Ну, будем считать, что дефолтный язык нашего приложения русский. А пользователь может быть... Ну, он может выбрать в настройках устройства любой язык интерфейса. И вообще сам пользователь может говорить на других языках. Вот. Для того, чтобы он мог все наши тексты, которые мы используем в приложении, увидеть на своем языке, использовать локализация. Для этого мы можем создать альтернативную версию ресурсов. Вот. Для этого используется тот же вот диалог создания папочки с ресурсами, которые мы уже использовали для того, чтобы создать папочку с версткой. Только сейчас мы создадим папочку values и используем квалификатор locally. Вот. В этом списке выбираем local и выбираем, например, английский язык. English. Ну, регион можно оставить любой. Вот. На самом деле, как бы без этого диалога можно обойтись. Все очень просто. К названию папочки values добавляется модификатор. Тире. То есть через дефис. Вот. Для английского языка это yen. То есть English. И все ресурсы, которые хранятся внутри этой папочки, они будут использованы для английского языка, если английский язык выбран в системных настройках. То есть мы можем вот этот наш стринг с XML скопировать внутрь этой альтернативной папочки. Ну, смотрите, в качестве примера я только с этой одной строчкой все это сделаю, чтобы не повторяться. Вот. Та строчка, которая у нас была по-русски привет, запятая, аргумент, который означает имя пользователя. Здесь напишем hello, запятая, имя пользователя. То есть по-английски. Какие языки надо будет прописывать? Ну, вообще да. То есть если вы хотите, чтобы ваше приложение было доступно на всех языках, вы можете все языки добавить в ваш проект. То есть вот если посмотреть, что предлагает нам в качестве локали Android. Вот здесь вот длинный-длинный список языков. Это то, что поддерживается операционной системой. Кстати, не все языки поддерживаются операционной системой. Вот я тут как-то занимался недавно локализацией одного приложения под одну страну в Средней Азии, из бывшей СССР, и оказалось, что ее язык вообще не поддерживается официально Google. А там миллионы-миллионы пользователей наших. Окей, значит, давайте запустим. Значит, вот здесь было по-русски сейчас. Сейчас я снова введу. Теперь стало по-английски. Ну, потому что эмулятор по дефолту имеет в настройках английский язык. Ну, мы смотрим вот только на эту строчку Hello, Дмитрий, потому что остальные мы вот не локализовали еще. И смотрите, если пользователь зайдет в настройки, ну, в настройки устройства, и выберет там, так, в разделе систем, языки. Вот здесь только английский, можно добавить другой, альтернативный. Какой-нибудь... Смотрите, я русский не буду выбирать, чтобы... Потому что у нас русский дефолтный. И фишка в том, что любой язык, если... Как бы приложение, оно будет работать с любым языком, который пользователь выберет в системных настройках. Но, если у вас нет перевода для этого языка, то будет использоваться дефолтный. То есть, приложение работать будет, но тексты все-таки, они волшебным образом с системой не переводятся, они берутся из ресурсов. Если у вас нет... Вот я сейчас выберу французский, например. У меня нет французских ресурсов, есть дефолтный русский и дополнительный английский. Вот я выбрал... И я его сейчас перемещу тут вверх, чтобы он стал дефолтным. Все. Система Android-устройства переключилась в режим французского языка. Теперь мы идем обратно в наше приложение. Еще раз нажмем привет. И смотрите, все стало по-русски. То есть, английский язык больше не используется, потому что он не совпадает с системным. Для системного французского ресурса у нас не нашлось. И был взят дефолтный ресурс, который лежит в папочке values. Вот этот привет. Привет по-русски. И, ну, что самое приятное, вообще никакой строчки кода нам не пришлось изменить. Ничего дополнительного писать для того, чтобы поддерживать языки. Это работает вот прямо с коробки. То есть, если вы написали приложение, написали все ресурсы на одном языке, вы потом просто добавляете переводы. Приложение больше менять не надо, и все работает само. Вообще, эта система альтернативных ресурсов, она поддерживает очень много разных фич. Там не только от языка может зависеть используемый ресурс, а от многих других параметров. Но чуть подробнее об этом вот в материалах курса можно посмотреть. И там есть ссылки на официальную документацию, где все подробно описано. Ну, ладно, теперь продолжим. И мы будем писать просто огонь приложения, который выглядит вот так. Кто-нибудь играл в Doom? Да. Поднимите руки, кто играл в Doom? Класс. Ну, тогда, может быть, вы видели этот огонь. Вот я, честно говоря, не помню. Я так давно в него играл. Такой эффект огня был сделан в одной из версий под какой-то консоль игры Doom. И о том, как это было сделано, написано в одной статье. Вот это оригинальная статья. Ссылка на нее есть в материалах лекции. Да, она на английском, а есть на хабре еще перевод на русский язык. Там довольно просто. Вот эта статья описывает, как сделать такой огонь. А мы сейчас это сделаем на андроиде. Вот. В точности по этой статье. Смотрите. Принцип действия такой. Ну, рекомендую потом прочитать эту статью. Там подробно описано. Я сейчас основные моменты этого алгоритма расскажу. Вот мы видим, как горит огонь. Он движется снизу вверх. И моделируется это как пиксели, которые имеют температуру. И для каждой температуры используется какой-то цвет из палитры. И вот здесь, внизу самые горячие пиксели, которые имеют белый цвет. Потом они холоднее и холоднее становятся. И сверху они почти черные. То есть холодные пиксели. Ну, вот здесь это выглядит очень ровным градиентом. К этому процессу надо добавить немножко случайности. То есть не равномерно уменьшать температуру пикселей по мере того, как они поднимаются снизу вверх. А добавить немножко рандома. То есть при ближайшем рассмотрении на уровне пикселей это будет выглядеть приблизительно вот так. И, значит, как работает алгоритм. Ну, как бы мы работаем с пикселями. У пикселя есть температура. И вот конкретно в этой реализации температура это целое число от 0 до 36. Не, наверное, там 36 возможных значений. Ну, не принципиально. Порядка 36 цветов в палитре, значит, 36 значений температуры. Внизу экрана находится полоса пикселей с максимальной температурой, которая выглядит белыми. Вот они в самой нижней части экрана. И их температура никогда не меняется. Это всегда 36. Дальше пиксели, которые над ними, они имеют температуру, может быть, немножко меньше. И пиксель по мере того, как он поднимается, его температура может уменьшиться, а может и не уменьшиться. Делается это так. Вот, допустим, мы хотим вычислить значение температуры пикселя, которая находится чуть выше. Вот там, где знак вопроса. Чему равна его температура? Вот на очередном шаге итерации нашего алгоритма. Мы каким-то случайным образом определяем второй пиксель, который является его прообразом из предыдущего кадра. То есть это можно рассматривать как движение пикселя снизу вверх. То есть второй пиксель, который здесь обведен в рамочку с температурой 34. Это место, где находился наш вопросительный пиксель на предыдущем кадре анимации. Тогда его температура была 34. И когда он поднялся до текущего положения, его температура уменьшилась. Ну и здесь мы будем использовать случайные числа. То есть на какую-то случайную величину, небольшую, там может быть 0, там 1 или 2. Мы уменьшаем и получаем новые значения температуры. И чтобы построить очередной кадр, ну то есть эта вся анимация состоит из кадров, мы будем вычислять каждый кадр за один проход. То есть наш алгоритм будет работать итерациями, за одну итерацию он делает проход по всем пикселям кадра и вычисляет их температуру. Вот в соответствии с этим алгоритмом. Потом эти кадры как бы сменяют друг друга и мы видим анимацию огня. Ну понятно, понятен принцип действия алгоритма. А как определить куда перейдет пиксель в следующую терапию? А вот точно так же с немножко рандома, то есть и температура немножко рандомно меняется и его положение тоже. То есть можно считать, что предыдущий пиксель, его предыдущее положение это всегда на одну позицию вниз. Можно сказать, что это на случайное число позиций вниз там на одну или две, ну или больше. То есть некое смещение по Y, то есть Y это вертикальная ось, X горизонтальная. То есть за каждый кадр пиксель смещается на случайную величину вверх и на случайную величину по горизонтали влево или вправо. Ну мы сейчас это прям подробно увидим при написании кода, как это делается. Я уже тут сделал небольшую заготовочку. Она очень мало отличается от приложения Hello World. Она тоже состоит из одной активности. Здесь она называется MainActivity. Но кроме этой MainActivity есть еще один класс, называется FireView. Ну вот мы использовали Hello World вьюхи, которые, ну, мы использовали TextView, EditText, Button, ну и парочку layout. И каждая вьюха, она определяет какое-то свое поведение и свой внешний вид. Вот, как бы, огонь это уникальная вьюха, которая вот отображает огонь. И мы для нее создали свою новую вьюху по названию FireView. Потому что, ну, в Android SDK, к сожалению, нет готовой вьюхи, которая бы такой огонь рисовала. Поэтому мы пишем свою. Файл верстки выглядит тоже очень просто. Это вот прям как в Hello World. Frame layout один на весь экран. И внутри него, только вместо TextView, мы вот разместили наш собственный FireView. Вот здесь, в качестве имени, в качестве названия XML элемента верстки, вот всегда используется имя класса. То есть вот как наш класс FireView называется, так же и элемент в XML. Теперь смотрите. Вот этот FireView. Во-первых, я в нем определил массив по названию FirePalette. Это палитра. Палитра цветов, которую мы будем использовать для отображения пикселей разной температуры. Ну, здесь шестнадцатиричные представления цветов используются в модели ARGB. То есть сначала идет альфа. Она здесь всегда 255 ff шестнадцатиричная. То есть это непрозрачный цвет. Ну и дальше идут компоненты R, G и B. Нулевой элемент это имеет минимальное значение 0.7, 0.7, 0.7 это почти черный. То есть нулевая температура это холодные черные пиксели. Максимальный ff это 255, это белый пиксель. Ну и плавно цвет меняется от черного к белому через оранжевый. Что у нас еще есть в этом FireView? Есть конструктор. Вот такой конструктор с параметрами контекста и attribute set. Обязательно должен быть у Vue, если он используется внутри верстки. То есть когда Android пытается загрузить нашу Vue из верстки. Вот когда она определена в XML верстке. Android пытается найти конструктор именно с такими параметрами. Как это работает пока не важно, но главное чтобы был такой конструктор. Ну и я уже здесь сделал заглушки небольшие. Для двух методов. Ну сначала скажу onDraw. Метод onDraw это метод который просто отрисовывает Vue. То есть скажем если бы у нас был текст Vue, то в методе onDraw был бы код который рисует текст. То есть есть какая-то переменная где содержится текст в стринге. И внутри onDraw должен быть метод который каким-то образом отрисовывает этот текст на экране. И вообще абсолютно все Vue для того чтобы отобразиться на экране выполняет какой-то код внутри метода onDraw. Так же вот будет и с огнем. Здесь передается в качестве параметра метод объект типа canvas. canvas это по-русски холст. Но это некий объект который инкапсулирует логику рисования на чем-то. Но вот в данном случае это на экране. И там под капотом у этого canvas openGL, видеопроцессор и все что нужно для отрисовки. Ну еще я здесь сразу сделал, переопределил метод onSizeChanged. Это метод который вызывается у Vue до того как она начнет рисоваться. И в качестве параметров передается высота и ширина этой Vue, чтобы мы знали ее размер. Значит смотрите, нам нужны пиксели. И мы определим массив пикселей. Пусть он будет двумерным. Назовем его просто fire. В котором для каждого пикселя экрана будет значение в этом массиве int. В нем мы будем хранить температуру. Кстати, давайте назовем его temp. Температура. Чтобы не путать. И когда мы знаем размер Vue, мы можем создать этот массив зная размеры. То есть мы создаем двумерный массив. Может Short. Можно Short, да. Можно даже Byte. Да, хорошее замечание. Давайте. Давайте Byte. У нас значение не больше 36. Память надо экономить, кстати. А тут будет немало у нас пикселей. Значит, вот мы создаем двумерный массив. И нам нужно сразу проинициализировать нижнюю полоску пикселей. Чтобы они все были максимальной температуры белого цвета. С самого начала. Это будет источник огня. Значит, нам надо от нуля до по ширине. Назовем это X. По ширине X. По горизонтали X. По вертикали Y. Всем пикселям в этой нижней полоске присваиваем значение. Максимальная температура это последний индекс в нашем массиве с цветами. То есть это длина массива минус один. Там будет самый горячий пиксель. Ну и так как мы решили хранить это в байтах, надо это привести к байту. Так можно было бы не приводить. Вот вы мне усложнили все, предложив использовать байт или шор. Ну ладно. Окей. Значит, мы инициализировали. И в методе onDraw нам нужно нарисовать эти пиксели. А onDraw вызывается каждый раз по разрисовке? Да. Каждый раз, когда view отрисовывается на экране, вызывается метод onDraw. Значит, здесь нам нужно двойной цикл, чтобы по всем пикселям пройтись. Кстати, вот смотрите, нам нужно обойти весь массив пикселей по X и по Y. Вот какой внешний цикл должен быть, а какой? Ну, может и нет разницы. Смотрите, я еще сохраню ширину и высоту в поля класса, чтобы их потом использовать. Потому что здесь они... Да, хорошее замечание. Можно обойтись без полей. Внешний Y, чтобы XY поставить. Да. Внешний Y. Чтобы в нормальном порядке их писать. Каждую строчку по очереди. Да. Внешний Y. Известно, после Florianôiзи . Тогда нам нужно, чтобы первый индекс был по Y, а второй по X. сейчас увидите да вот видите от порядка индекса массива многое зависит он но он заменяет цикл если мы проходимся по массиву и заполняем одним значением мы можем заменить цикл на этот вызов это немножко более эффективно тут нам нужно это значение да по моему эта сигнатура принимает до массив и значения вот то есть мы заменили цикл на вызов ары из филос это чуть лучше да вот тогда нам нужно сначала по игреку а потом по иксу окей правильно скобочка ну ок и теперь когда вот мы знаем x y нам нужно отрисовать канвас дрочу но класс канвас содержит много разных методов вот для отрисовки вот всякого разного например текста что мог бы использовать текстю если бы он был очень просто написан они на 10 тысяч строчка как он там написано самом деле круги битмапы точки прямоугольники вот мы можем точку нарисовать в координатах x и y и нам нужен цвет для того чтобы работать с цветом нужно для для рисования используется класс paint я сразу создам instance этого класса прямо прямо в унициализаторе то есть paint как бы канвас и paint работают вместе канвас содержит методы для рисования чего-то а paint содержит атрибуты там цвет ширину линии там разные параметры в данном случае нам нужен цвет нам нужно взять цвет из палитры цвет это int тут уже на байт его не заменить мы возьмем из палитры а индекс палитры это значение температуры сначала y потом x то есть мы из нашего массива темп по координатам y x взяли цвет взяли температуру и по ней взяли цвет уже реальный для отрисовки из палитры теперь мы объекту paint говорим каким цветом мы хотим рисовать и передаем его в качестве параметра в канвас вот можно попробовать запустить смотрите белый экран мы должны были залить цветом о смотрите он стал черным с белой полоской до долго это эмулятор nexus 5 его размер экрана кто помнит ну короче приблизительно миллион пикселей на экране находится плюс-минус может быть там 800 с чем-то тысяч то есть мы 800 тысяч раз или миллион раз грубо говоря в цикле вызывали канвас дропойнт и это работало медленно можно еще раз запустить когда мы видели белый экран это на самом деле не было отрисовано наше приложение белый экран показывается пока выполняется код отрисовки то есть пока мы цикле миллион раз вот отрисовываем эти черные пиксели у нас еще ничего не готова для отрисовки и поэтому систем показывают белый экран дефолтный фон окна и вот теперь отрисовалась смотрите один кадр отрисовывался несколько секунд может ли получиться нормальная анимация с такой отрисовкой вот поэтому поэтому мы не будем использовать и канвас дропойнт ну и вообще это ну и это не было никогда хорошей идеей вот отрисовывать пиксели методом дропойнт я просто хотел обратить внимание на то что иногда вот кажется что есть методы которые делают то что надо но на самом деле они делают это очень плохо надо искать альтернативные пути но это вообще обычно делом android разработки и смотрите вместо дропойнт мы будем использовать метод дро битмап битмап это растр то есть это прямоугольный массив пикселей то есть по факту это то что нам нужно отрисовать в виде огня прямоугольный массив пикселей и почему это лучше потому что как я уже говорил под капотом у канвас под капотом там сделана сделана работа с графическим процессором устройства и все что мы делаем при помощи канвас преобразуется в опен жильные команды и когда мы говорим о дропойнт он на самом деле добавляет список того что нужно отрисовать одну опен жильную команду которая рисует пиксель с задными координатами вообще графический процессор он быстро все рисует но когда команд на отрисовку него миллион он все равно не справляется поэтому лучше миллион команд на отрисовку одного пикселя заменить на одну команду на отрисовку миллиона пикселей и вот графический процессор это делает гораздо быстрее вот сейчас мы это сделаем смотрите у нас был массив температур но теперь нам понадобится еще и битмап потому что ну вот как мы знаем как мы сейчас увидели одними пикселями не обойдешься нужен битмап точно так же как мы аллоцировали массив когда мы узнали размеры скажем сделаем вот это здесь мы аллоцируем битмап для этого есть метод create битмап статический который позволяет нам создать битмап нужны ширины и высоты третий параметр у него это модель 565 ну можно давайте дефолтная вообще модель битмапов а rgb 8888 это значит что по 8 бит отводится на каждый канал альфа то есть прозрачности rgb модель 565 говорит о том что простите не а rgb а rgb здесь нет канала прозрачности вообще ну в нашем случае на прозрачность не нужно потому что мы никаких особых эффектов с прозрачностью не делаем здесь 5 битов на красный цвет 6 битов на зеленый и 5 битов на синий как вы думаете почему на зеленый 6 больше чем на другие каналы хороший да я думаю это биологическое объяснение есть этому программистскому чисто вопросу то что человеческий глаз он гораздо более чувствительным к зеленым цветам поэтому на 1 бит больше будет гораздо лучше выделить на зеленый потому что более чувствительным глаз может это совпадение окей значит битмап у нас есть и смотрите в цикле вместо того чтобы сразу рисовать на канвасе этот пиксель мы вызовем метод setPixel у битмапа с координатами x и y и третьим параметром идет цвет то есть мы просто устанавливаем цвет в этом пиксель в этом битмапе paint нам теперь не нужен ну вернее он нам нужен но мы цвет передаем теперь не через paint а непосредственно в битмапе и метод на отрисовку canvas draw bitmap мы вызовем уже после выполнения цикла ну здесь идет собственно битмап который мы хотим отрисовать его координаты ну тут все просто 00 то есть положение битмапа совпадает с уюхой все считается относительно левого верхнего угла с координатами 00 ну и paint просто потому что он тут должен быть давайте попробуем посмотреть как с битмапом эмулятор сейчас мы не видели как стартовало сейчас я этот ярлычок притащу на домашний экран ок чуть быстрее или нет ну там приложение в любом случае грузится да отрисовывается скорее всего очень быстро может быть а может быть и нет но надпись ну оно будет отрисовываться одновременно с нашим fireview поэтому мы не поймем не бывает такого что мы добавили несколько вьюх на экран и сначала нарисовалась одна потом другая система работает так что сначала рисуется все когда получился кадр он появляется на экране вот это дебаг дебаг ну давайте просто смотрю чтобы нам успеть мы давайте отложим этот вопрос выяснение быстро пошло или не быстро вот мы увидим в процессе анимации а сейчас еще напишем код который будет собственно распространять огонь сейчас вот у нас одна единственная полоска пикселей внизу и нам нужно перед тем как мы отрисовываем кадр мы опять же пройдемся по всем пикселям чтобы вычислить их новое значение то есть в каждом кадре мы вычисляем новое значение пикселей тем самым мы делаем анимацию они меняются значит смотрите у нас внешний цикл по игреку от нуля это значит мы идем по строчкам сверху вниз то есть игрек 0 это самый верхний пиксель и так далее вниз и внутри каждой строчки мы идем по горизонтали то есть вроде все нормально это важно потому что у нас когда пиксели движутся вверх это значит что каждый пиксель который мы собираемся изменить его значение зависит от пикселя который находится ниже его поэтому нам нужно сначала изменить пиксель который сверху а потом изменить пиксель который находится снизу потому что если это мы сделаем наоборот то изменение нижних пикселей повлечет за собой ну нарушение работы алгоритма Потому что будет использоваться уже не старое, а новое значение Ну, тут все в порядке Нам нужно взять, смотрите, мы хотим, скажем, взять какой-нибудь dx, dy Это будут переменные, которые будут обозначать смещение пикселя за одну итерацию Насколько он по x и насколько по y сместится И это будет какое-нибудь случайное число Чтобы у нас были случайные числа, будем использовать рандом Это java.utile.random, стандартный генератор случайных чисел Скажем, по dx возьмем какое-нибудь случайное число от 0 до 2 Параметр 3 означает, что будет случайное число сгенерировано от 0 до 2 А по dy Допустим Ну, давайте до 6 То есть, на самом деле, от 0 до 5 Чтобы пиксели, они скорее вверх летели и немножко отклонялись в сторону Но, на самом деле, смотрите, dx у нас от 0 до 2 Это значит только положительное значение А мы хотим, чтобы, ну, огонь Он не должен в одну сторону лететь Он должен как-то колыхаться Поэтому мы, да, минус 1 И тогда значение dx будет минус 1, 0 или 1 Ну, и сразу давайте изменение температуры Тоже будет случайным Ну, давайте оно будет либо 0, либо 1 Тогда температура в точке x, y Будет равняться температуре в точке Да, 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 точно, спасибо Значит, к y мы прибавляем dy dy увеличивается сверху вниз Значит, мы прибавляем положительное значение Это получаем более низкий пиксель А если он уже вышел? Правильно, да Нам нужно проверить Надо сделать его минимум между y и dy Да, ну, давайте вот заведем, скажем, x Ну, пусть x1 это будет Так, здесь будет Между x плюс dx, да? Да, и темп Темп Ну, да, вы поняли Это такое не очень тривиальное выражение Но на самом деле x плюс dx Это вот реально, что мы хотим получить А все остальное это для проверки выхода заграничных условий Чтобы нам не выйти за границу массива И то же самое с y Давайте сделаем Ну, y у нас не может стать отрицательным Поэтому здесь достаточно проверить Только в одну сторону y плюс dy Тогда Темп yx равно y Значит, здесь используем y1 И x1 И вычитаем Случайные изменения температуры Потому что температура должна падать И сразу тоже проверим На граничные условия Потому что нам не нужна Отрицательная температура Потому что температура Это у нас индекс в массиве И он тоже не должен выходить За границы Вот так Ну и, конечно, это надо привести к байту Потому что вы заставили меня Использовать байты Смотрите, мы посчитали температуру И теперь отрисовали Ну, будет должно работать Давайте попробуем Если какое-то подозрение Что тормозит, что не сильно будет Подозрение есть Да Но мы сейчас проверим Смотрите, что получилось Видно, что там что-то отрисовалось Странное, да? И больше ничего не происходит Ну, я скажу сразу Это не тормозает Не знаю, что он занят Отрисовкой следующего кадра Что происходит Вот у нас есть метод ondraw И он отвечает за отрисовку в юхе Ну и фактически Android выполнил Ровно то, что у нас написано В этом ondraw Мы один раз прошли по всем пикселям И вычислили Новое значение температуры Потом один раз прошлись Ну, тоже по температурам Вычислили цвет И отрисовали битмап Вот Android ровно это и сделал Он один раз это выполнил Один раз отрисовал И мы увидели одно состояние нашей анимации То есть Мы хотим, чтобы кадры менялись Но по факту Android отрисовал один кадр и все Ну, чтобы Ну, почему это сделано? Потому что Android Он не занимается тем, что он постоянно Перерисовывает все Потому что это может быть лишняя работа Он перерисовывает что-то Только если оно меняется Вот Мы не сказали Android, что мы меняемся Вот Для того, чтобы сказать Что мы изменились И хотим перерисоваться Мы добавляем метод invalidate Вот Вот Один этот вызов Он должен Как бы сделать так Что кадры будут перерисовываться Один за другим До бесконечности? Да, до бесконечности То есть Как только мы вызываем invalidate Мы как бы ставим галочку Этого вьюхи Ее надо перерисовать Но Android все делает асинхронно Как бы Как бы Итерацию за итерацией И в следующую итерацию Когда он будет проверять состояние Всех вьюхи Он увидит О, эта вьюхи хочет, чтобы еще раз отрисоваться И он еще раз вызовет этот ондро Асинхронно И она опять перерисует А так как мы в Android опять вызвали invalidate То она опять попадет в очередь на отрисовку Это будет бесконечно Скорость огня зависит от мощности устройства Да, но на самом деле есть ограничения сверху Android не перерисовывает кадры чаще, чем 60 раз в секунду Ну это стандартная у него частота перерисовки кадров По-моему видно как там начинает пробиваться огонечек снизу Может уменьшить разрешение Может в масштабе один к восьми просто сделать Можно и квадрат рисовать Таргет Можно Ну Таргет не поможет Нет, Android он не замедляет специально Вот приложение, если Таргет не тот Окей, значит есть предложение просто уменьшить огонь Да, чтобы он был меньше Чтобы одна ячейка массива отвечала за несколько пикселей Ну, возможно, да Кстати, они не перезадаются, да, белые? Да, смотрите, что произошло Мы перетираем белые пиксели Идея алгоритма в том, что белая полоска внизу она постоянная Она как бы генерит этот огонь Она пропала Потому что Потому что нам не нужно менять последнюю строчку Это значит, что в этом цикле внешнем, когда мы меняем пиксели Надо не доходить до последней строчки Ну, ладно, давайте Я действительно предлагаю воспользоваться предложением Уменьшить количество пикселей, которые мы за раз перерисовываем А еще какое занятие? Ну, то есть все остальные, если так, как лечь Какие? Ну, я могу предложить Вот, какие у меня есть предложения Они на самом деле описаны вот в статье К этой лекции Можно Можно немножко еще оптимизировать И Не вызывать внутри цикла вот этот метод Битмап сет пиксел Можно create bitmap по colors По массиву colors Там create bitmap есть Да Метод, который передаешь им colors просто И он создается Тогда не придется каждый раз создать set pixel А внутри не такой же Но это будет значит Что мы для каждого кадра Мы будем создавать новый битмап А это миллион пикселей Это 8 мегабайт памяти 60 раз в секунду 8 мегабайт Это Этот garbage collector Он перегреется немножко Смотрите У меня просто код написан Я А давайте еще Знаете что Мы устройство запустим Это можно запустить на устройстве или нет Еще можно по-другому один раз не выходиться Я теперь буду запускать на устройстве А не на эмуляторе Потому что практика показывает Что такие вещи Которые связаны с производительностью Со скоростью отрисовки особенно Надо смотреть только на реальном устройстве Эмулятор это все-таки Не реальное устройство Там другая архитектура Другие мощности Ну это просто транслируется Экран с моего устройства То есть вот Все что на устройстве Транслируется здесь Наверное Быстрее Ну Кажется что чуть-чуть быстрее Да? Ну вот То есть То есть Можно попробовать один раз Один цикл В смысле Второй не запускать цикл Мы же точно так же его обходим Сразу А Сразу в одном цикле Ну это Можно попробовать Да Ну это такая микро оптимизация Так Это Извините Это визор Показывает рекламу Так Я сейчас Ладно Окей Давайте все-таки Ограничим Количество пикселей Которые мы хотим Перерисовать За один раз Для этого Вот когда мы узнали Размер Вьюхи Вот у нас Есть ширина Высота Ну допустим Ну допустим Мы хотим Скажем Сделать в 4 раза меньше Ну я назову это FireWise Скажем Это будет Ширина на 4 И FireHeight Это будет Высота на 4 Ну и там где мы использовали Просто Высоту и ширину Экрана Вместо этого я буду использовать Вот ширину Высоту огня Окей Смотрите Так И битмап Нам нужно сделать Меньшего размера Смотрите Мы не просто Меньше пикселей Будем перерисовывать То есть Меньше Инструкции Процессор Будет выполнять Но мы еще будем Использовать Меньше памяти На битмап Массив Что Тоже хорошо В некотором смысле Так Во всех остальных местах У нас Границы массива Используются Поэтому Все ок Ну давайте запустим Так Сейчас он запустит О Смотрите Там кажется Будто вот Какая-то жизнь уже есть Какой-то Более-менее Живой огонь Да Вот Но маленький огонь Надо растянуть На весь экран Для этого Действительно Используется Scale Для этого Есть У того же Метода Canvas Хороший метод Который Так и называется Scale Нужно Нужно Этому методу Передать Коэффициент Масштабирования Насколько Надо растянуть Картинку Которую Вот мы Сейчас будем Рисовать А растянуть Нам нужно Так как мы уменьшили Битмап В 4 раза Теперь надо Увеличить В 4 раза Но я на самом деле Напишу Это как отношение Ширины Вьюхи Которые Можем получить Методом GetWiz На самом деле К ширине Битмапа Которого Тоже Есть GetWiz А и на самом деле Это Флот Ну давайте Я так Делаю Scale Равно Но Оно Приблизительно Правильно Поделят Но Давайте Да Давайте Сделаем Точно Потому что Мы знаем Что в 4 раза Меньше Может быть Что угодно Нам нужно Точно Растянуть Чтобы Битмап Точно Соответствовал Границам Экрана Значит Передаем Этот Scale Его на 2 раза По x И по y Но у нас Равномерное Масштабирование По обеим Осям Ну Давайте Посмотрим Сейчас Визор Он пока Собирает Еще Ну Как Огонь Смотрите Я сейчас Что мы увидели Что Большое значение Имеет Во первых Методы Которые Мы используем То есть Был метод Canvas Draw Point Который Казалось бы Делать то Что нужно Рисует точки Но он делает Это очень медленно Есть другие методы Это установить Пиксели У битмапа И потом Вызвать Дробь битмап То есть Надо иметь Всегда ввиду Что Надо искать Альтернативные пути Вы Что-то делаете На андроиде Плохо работает Медленно работает Вот Надо Поискать Изучить документацию Почему оно Медленно работает То есть В случае Canvas Это Почему он Медленно работает Потому что Это все Преобразуется В OpenGL Команды Поискать Альтернативные пути Часто Вот Есть Более лучшее решение Есть Худшее решение Ну в общем Как везде В IT Так же И в андроиде Вот Конкретно Здесь Что мы сделали Мы уменьшили Разрешение То есть Мы сделали Картинку Менее качественной Но зато Она работает Работает Быстрее И анимация Более-менее Более-менее Живая И на Doom Больше похоже И на Doom Больше похоже Да Да Кстати Да Думаю Было Разрешение Поменьше Чем У современных Смартфонов Вот Это Опять же Компромисс На который Часто Приходится Идти В мобильной Разработке Это Когда у вас Есть Какие-то Требования Чего бы Вы хотели Реализовать Что бы Вы хотели Реализовать Своем Приложении Чего Хотят Дизайнеры Там Заказчики Вот Вы Сами Вот Есть Технические Возможности Есть Реальные Устройства Которые Очень разнообразные Ну Кстати Вот Это Устройство Которое Я запускаю Это Оно Довольно Старое Довольно Медленное По современным Меркам Но Это Типичное Устройство Которым Пользуется Большое Число Пользователей То есть Вот У меня Есть Другое Более Быстрое Устройство Современное Самым Быстрым Процессором Ну Поверьте На нем Эта Анимация Просто Летает Вот Но Когда вы Разрабатываете Под Android Вам нужно Иметь ввиду Что У большинства Пользователей Девайсы Могут быть Не самые Быстрые Как Вот Это Например То есть Надо Идти на Компромисс Как-то Уменьшать Требования Чтобы Получить Приемлемое Поведение Вот Такая Философия Мобильной Разработки Ну Тогда Надо Придумывать Другие Пути Конкретно Конкретно Вот С этим Огнем Можно Выходит Вообще За рамки Того Что Можно Делать На Первом Занятии Конечно Скажу Такое Слово Рендер Скрипт Есть Это Такой Язык Похожий На Си Основанный На Си Который Позволяет Выполнять Код Прямо На Графическом Процессоре И Вот Эти Все Вычисления Которые Мы Делали Сейчас На Джаве Которые Выполняются Виртуальной Машиной В Байт Кодах На Обычном Процессоре Можно Выполнять На Графическом Процессоре Который Оптимизирован Под Операцией С Пикселями Это Было Было Бы Быстрее Это Был Бы Правильный Способ Делать Такого Рода Задачи Вот То То есть Очень Часто Для Какой Конкретной Задачи Есть Простой Способ Вот Как Сейчас Несколько Строчек Кода Или 20 Кода Которые Делают Вот Почти Хорошо Но Не Очень Вот А Можно Сделать Вообще Идеально Но Тогда Надо Использовать Может Быть Совсем Другие Технологии Другие Языки Иногда Даже Вот Я На этом Закончу Свой Рассказ Но Прежде Во-первых Напомню Что Есть Домашнее Задание Там В Презентации Была Была Ссылочка Она Может Быть Не Выложена Я Сейчас Так 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 Репозитория Вот Домашнее Задание Я Прям Сейчас Выкладываю Меняю Доступ С Приватного На Паблик И Вы Уже Увидите Так Нет Внизу Где-то Вот Так Все опубликовано Домашнее задание Оно чем-то похоже на этот огонь Но не огонь А снег Материалы Выложены Ну я не знаю Презентацию В презентации ссылку Конечно не кликнуть Вот смотрите Вот эта ссылочка есть Здесь пока Вот Одна единственная Лекция Введения в android Разработку Ну вот По мере Курса По мере Того Как Будут Появляться Другие Лекции Здесь Будет Появляться Какой-то Другой Материал Вот Здесь Внутри Пять Статей Вот Здесь Вот Все что я Рассказал Еще немного Больше Вот я Рекомендую Прочитать Все что Там Есть Ну или Хотя бы Пройтись По ссылкам На официальную Документацию Из этих Статей Но в принципе Можете Прочитать Вот В частности Здесь Про приложение Огонь Тоже Все написано Здесь Немножко Подробнее Тут Предлагаются Какие-то Другие Оптимизации Но в целом Идея Приблизительно Та же Тоже Вот здесь Рассказывается Про Ну Короче Рекомендую Все это Прочитать И там Вот Всего этого Контента Достаточно Чтобы сделать Домашнее задание И В некотором смысле Это даже Проще Чем Огонь Ну и Домашнее задание В виде Пул реквестов Вот в этот Репозиторий 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 Репозиторий